ну что всем привет рада всем тем кто к нам сегодня присоединился не буду делать никакую перекличку те кто не пришли к нам сегодня смогут посмотреть любом случае в записи она будет такая же качественная как обычно все на нашем канале с нами сегодня будет ирина это наш химик технолог химик с высшим профильным образованием и что ну можно начинать в принципе до начинаем и так первый слайд самый часто задаваемый вопрос что же я вот так переобулась в воздухе 11 лет я топила за гибриды а теперь вдруг я начала хотеть продавать минералы говорить что они классные я расскажу предысторию не все есть мастера конечно безусловно которые работают дольше меня и 20 лет это и больше есть мастера которые только недавно приступили и 11 лет назад когда я начинала они не сталкивались с теми минералами которыми тогда вот конкретно мне пришлось работать название ой боже мой face in body aqua позже пришла короче я даже не вспомню основные которыми мы работали очень низкого качества были пигменты после обучения я купила вообще все возможные линейки пигментов на тот момент тут реально я потратила на это больше большую часть денег которые мы взяли кредит для обучения в кредит для обучения вот и эта вся батарея у меня пылилась я их все пробовала в итоге я их все выкинула и со временем начала работать гибридными красками почему же я их выкинула потому что в силу своей неопытности конечно в начале да но я на гибриды перешла где-то года через два мне кажется не меньше а то и а то и три работать поэтому довольно долго я работала минералами так что неопытность откидываем а вначале она была потом пришла уже большая опытность в силу того что они безумно сложно ложились в кожу то есть ты реально очень долго возишься клиент недоволен даже той яркостью во время процедуры которые удалось добиться и естественно заживали они в том числе из-за большой травматизации а так как пигменты не были концентрированными тогда приходилось работать долго травматизация была большая и остаток получался вообще смехотворный и также что очень сильно меня поразило через где-то полтора года начали идти мои же обновления и они были красными и сейчас я должна показывать слайды у себя давайте видно а то есть сейчас вот вот такого качества примерно это не моя работа я просто не стала рыться в архиве искать свои какие-то работы той поры они не сохранились но вот такие вот красные оттенки это была норма для минералов тут наверное еще есть но смотрите как распознать кстати минерал заживший старый после лазерного воздействия он великолепно реагирует на лазер становится такой русый серорусый или вообще полностью полностью исчезает это зависит от того сколько краски в коже вообще на тот момент было ну на момент лазерного воздействия поэтому если перед вами красные брови они отлично реагируют на лазер вы должны понимать что это минерал застарелый вот такие яркие то есть яркость вот этой оранжевизны красноты малиновости она зависела от оттенка ну естественно и марки пигмента которые использовали и варьировалась от светло оранжево-желтых которые можно было теоретически нормально перекрывать если форма позволяла до насыщенных красных малиновых и последней каплей для меня было это когда после аквы конкретно я не нашла к сожалению эту фотографию мой мужчина с аллопецией у которого даже волосиков на бровях не было чтобы прикрыть этот кошмар пришел с красными бровями он не мог прийти ко мне какое-то долгое время приехал показался я выпала в осадок и все к чертовой бабушке выкинула и перестала полностью работать и перестала пробовать даже новые минералы это на на многие годы практика была моя то есть я работала только гибридами а сейчас одну секунду я прочитаю свою шпаргалку что я там закидаю написала кроме того что минералы так сложно ложились и таким образом уходили через время я подозреваю то есть конкретный замечены конкретно пигменты в этом это face and body американские пигменты они были очень популярны 10 лет назад все ими работали и до сих пор многие пользуются сустаин анестезия это тоже фирма face and body я уже вообще не вижу чтобы хоть один мастер выставлял работы подписывал это что face and body я думаю они сгинули куда-то эти пигменты в них было кошмарное колоссальное количество диоксида титана возможно это делалось для того чтобы мастера неопытные мастера с тяжелой рукой учили нас тогда работать жестко мы работали все глубоко травматично меньше заглублялись то есть моя версия такая была попытка благодаря белому высветлить и создать менее видными ошибки сделать у мастеров так вот эти работы ко мне приходили вот просто сам цвет ушел остался диоксид титана довольно насыщенный то есть тоже зависело от плотности татуажа самого внесения и этот белесый цвет ничем не выводился ну то есть лазер его не видел но оставалось только перекрывать и вот эти все вот прям накопились сложности с перманентными как их тогда называли пигментами на самом деле перманентный пигмент это все которыми мы работаем то что перманентно это что то постоянное то есть это не декоративный макияж а это что-то то что вносится в кожу и достаточно долго держится поэтому разделять что он минеральный это перманентные а татуировочные это какие-то особенно другие я не вижу смысла вообще а тогда давно мы реально думали что перманентные какие-то такие вот странные плохие пигменты которые плохо тяжело вносится имеют малый остаток довольно быстро из кожи уходят и вот таким образом меняют цвет я была счастлива обнаружить для себя татуировочные краски которыми мы впоследствии много лет работали все эти наши студии и сейчас наши миксы вот эти гибридии татуировочные краски которые мы продаем это отработанными можно сказать годами и сотнями тысяч клиентов цвета в которых я абсолютно уверена которые идеально красиво заживают и которые уходят из кожи не меняя оттенка но естественно при правильном внесении то есть здесь мы ничего не будем говорить я сейчас вам покажу слайды я брала их вернее я дала задачу своей помощнице чтобы она нашла ой я перескочила а нет нормально все чтобы она нашла просто из нашего чата по пигментам просто повыдергивала работы чужих мастеров это не какие-то мои протеже там или же этих людей даже не знаю это просто работы которыми люди делятся и рассказывают о том как выглядят цвета через полтора года через два года и так далее и вы можете вместе со мной посмотреть ну то есть есть некий страх у мастеров что гибридные краски это что-то опасное что ими можно сделать только злющую татуировку навеки вечно ее никак не удалите с ней ваш клиент умрет просто посмотрите какие благородные цвета то есть это везде там подписано было мастерами я в принципе могу открывать их каждую по очереди вот пишет мастер теплый брюнет через полтора года то есть я могу увеличить чтобы вы увидели что никакой синевы никакой серости нету то есть все зависит от глубины внесения мы обязательно к этому еще подойдем потому что я объясню почему сереют гибридные краски у некоторых мастеров спустя полгода год или там два года у всех по-разному но сейчас я покажу вам хорошие красивые работы которые делают абсолютно мастера спокойно и очень рады этим работам как и я тоже рада я постоянно мониторю все смотрю то есть разные оттенки и все вы видите и темные цвета и светлые цвета выглядят совершенно идеально я бы даже сказала то есть они просто бледнеют они просто уходят это я сейчас говорю о гибридах которыми мы работаем реально уже прямо десятки лет нельзя сказать ну вот последние лет семь наверное вот конечно в начале я совершала много ошибок так что мне придется каждую открывать ну вот допустим смотрите цвет то есть кожа жирная пористая пигмент внесен был скорее всего глубоко но выглядит отлично в начале я совершала ошибки безусловно я безумно заглублялась мои мастера заглублялись со временем мы отточили технику внесения пигмента почувствовали как это работает и ошибки прекратились кочень у всех у новичков они были и есть вот это кстати тут подпись есть холодный рус и один из таких опасных оттенков который сам по себе сероватый как и там брюнеты и у многих мастеров вызывает страх но вот посмотрите просто нежнейшая дымка спустя полтора года вот это тоже на возрастной коже сейчас посмотрим что-то теплый рус и через год вживую еще воздушнее тем более возрастная кожа как вы видите спустя год и без коррекции так а какой цвет цвет не написали ну а каштан через год вот написано было я очень люблю эти пигменты я много лет сносила брови сама сделаны этими пигментами и ну вы можете убедиться что вот просто просто дымка разного оттенка и получается так когда они у меня я много подготовила работ причем я конечно не все показываю постоянный поток работ вы можете посмотреть в нашем чате в телеграм так это какой цвет так красиво выглядит рус и через год идеально выходит пишет то есть просто это вот работы девочек из чата нашего по пигментам ссылка на него кстати будет в описании к этому видео переходите подписывайтесь так вот это тоже видите да довольно густые брови но дымка ушла это перед процедурой то есть это наша сотрудница мы ее выловили сфотографировали то есть вот такая была яркость вот такие они зажившие и вот такой остаток спустя год то есть при правильном внесении то есть это не глубоко когда работает мастер отличные получаются цвета так но здесь что-то немножко как-то пятнистенько но тем не менее цвет достаточно очевиден и вот зажившие это перекрытие так ну ладно все равно покажу все которые собирали то что анжелика замучилась их искать вы кстати пока пишите вопросы какие у вас процессе возникают и как какие я должна буду зачитать потом ирине о нет о нет я накосячила так ирине мы их зададим также вот смотрите здесь анжелика прислала вот смотрите такая серая глухая работа я не знаю что это это было перекрытие и вот так выглядит зажившие перекрыт когда пересделали перекрытие качественное вот так выглядит красиво наш шатен он он прекрасный просто это божественный цвет который недооценен вот здесь тоже видите какая дымка нежнейшая и вот так выглядела свежая процедура то есть много краски и пористая кожа что сложно бывает как обычно так и сейчас я покажу так что я тут хотел сказать то есть вот это все что меня толкнуло к тому чтобы создать свои миксы как это вообще было у нас была сеть студии как вы помните у нас было большое количество мастеров и первое время не знаю год или полтора я учила всех капельно смешивать цвета чтобы получить тот или иной оттенок это было настолько сложно для тех людей которые у нас тогда работали потому что мы вынуждены были набирать медиков возможно вы смотрели мою историю но я напомню и у нас работали только медсестры то есть это люди без художественного образования и не умеющие смешивать смешивать цвета прогнозировать оттенки какие-то и короче это было настолько сложно что я последней каплей было когда у меня мастер спрашивает как мне получить холодный оттенок на губах и смешивает между собой два алых с оранжевым потоном цветом то есть я поняла что вообще просто мимо их нельзя учить многие из этих мастеров кстати теперь тоже где-то учат гастролируют создают свои пигменты возможно это отголоски той муштры которую ой мамочки выдернула наушник той муштры которую они прошли в нашей сети студии вот и мы начали создавать свои пигменты это были гибридные татуировочные миксы которые мы разливали и естественно я мечтала о производстве мы его создали я сейчас вам покажу ролик короткий о производстве потому что они все знают в каких условиях мы работаем и как мы заморочили со стерильности протестированы первые миксы до 2015 простите от мотана лаборатория in the pigments производит и исследует краски для перманентного макияжа создатель бренда елена ничаева мастер и тренер татуажа международного уровня сети студии основанной ей в 2011 году мастера делали до 5000 процедур в месяц и елену не устраивало качество пигментов она решила создать достойную альтернативу и в 2013 году были протестированы первые миксы до 2015 года пигменты никому не продавались использовались только внутри сети студий а в 2015 после открытия сети школ татуажа открылась продажа их студентам с 2017 года пигменты поступили в свободную продажу в конце 2019 года кустарное производство наконец было прекращено и открыт производственный цех а в начале 2021 открыто первое в россии стандартизированное производство пигментов для перманентного макияжа сегодня представительство они пигмент работают в девяти странах производство находится в краснодаре и занимает два этажа на верхнем этаже расположена лаборатория она стерильно и соответствует стандартам фармакопии мне теоретически можно производить лекарства специальные хепа фильтры вентиляции не пропускают вирусы и бактерии а повышенное давление внутри производства образует постоянный поток воздух он выдувает даже незначительные загрязнения и пыль потоки сырья и готовой продукции не пересекаются сотрудник лаборатории вкатывает в тамбур стеллаж с готовыми пигментами из чистой зоны а специалист отдела логистики забирает их через другую дверь это защищает продукцию от попадания пыли и бактерий стерильность внутри производства обеспечивает аппарат уфазон он генерирует озон который проникает во все щели полости и контейнеры которых находится тара озон уничтожает все вирусы и бактерии а также любых насекомых и даже их личинки уфазон работает по ночам а днем во время работы обеззараживание обеспечивает безопасный для людей аппарат холодной плазмы power zone при входе на производство лежат дезинфицирующие коврики ежедневно обеззараживаются даже дверные ручки при этом инвентарь для дезинфекции стерильной и так называемой грязной зоны раздельный на производстве есть полуавтоматическая линия для стрип монодоз дозатор разливает пигменты по флаконы 5 10 и 15 миллилитров с точностью до сотой миллилитра промышленный миксер постоянно перемешивает пигмент и предотвращает расслоение на фракции на нижнем этаже находится процедурная и отдел логистики процедурные специалисты не пить минс тестируют пигменты и снимают видеоролики а в отделе логистики сотрудники снимают сборку всех заказов на видео и отправляют вам в день оплаты чтобы вы лично убедились в бережном отношении к пигментам они пигмент первое в россии производства пигментов для татуажа с прозрачными стенами сразу из шоурума видно работу внутри лаборатории шоурум расположен на верхнем этаже здесь же проходят мастер-классы любой желающий может посмотреть на работу производства протестировать пигменты на латексе и побывать на экскурсии мы бесплатно предоставим машинки латекс и пигменты наша миссия обеспечить доступ высокотехнологичным пигментом и бесплатным и исчерпывающим технологиям по их использованию для мастеров татуажа со всего мира купить наши пигменты или найти карту дилеров вы можете на сайте не пигмент точка ком он доступен на youtube в принципе его может в любой момент посмотреть те кто раньше его не видели и я приглашаю абсолютно всех кто хочет в любой момент приехать к нам на производство посмотреть как это работает к сожалению мы прекратили в ближайшее время наверное последний будет мастер-класс с одним из амбассадоров и пока в связи вот с этой всей ситуации которая в мире происходит мы прекратили приглашать мастеров которые могли свободно приезжать к нам и смотреть как работают опытные мастера учиться это было абсолютно бесплатно это было очень прикольно интересно но пока мы прекратили но прийти посмотреть что-то купить вы можете в любой момент поэтому для сравнения с конку с конкурентами со всеми которые сейчас есть на рынке пока что я не видела ни одного производства которое было бы настолько же прозрачным настолько же стерильным и прекрасным как наше потому что у нас там кроме того что очень чисто еще и очень красиво приходите смотрите и покупайте наши пигменты будем рады вам как новым клиентам и про стерильность сырья и вообще про проверки вообще немножко про вот организацию сейчас вам расскажет ирина потому что она самый главный специалист который в общем то все это и организовала мы были просто послушными исполнителями ирина здравствуйте рассказывайте так что-то пошло не так я ее не слышу так что мы делаем я тогда пока дальше пока ты настроишь или что здравствуйте здравствуйте коллеги все заработала это когда онлайн да здравствуйте значит смотрите я хочу сказать следующее в настоящее время во всей нашей бескрайней стране есть только два производства которые в общем то занимаясь производством или косметической и близкой к ней продукции имеют чистое производство выполнены по фам стандарту это не пигмент из плат а вот значит что такое чистое производство это такая конструкция помещений оборудование вентиляции систему подачи воды входов и выходов помещения которые на 99,99 процента снижают шанс контоминации готового продукта из воздуха от воды от персонала и при перекрещивании потоков сырья полупродукты готового продукта то есть в принципе то что требуется например для производства абсолютно стерильных медицинских препаратов вампула она выполнена у нас значит в нашей лаборатории и пигмент я была просто счастлива когда общем-то в ходе строительных работ мы познакомились с лена и с дмитрием и у меня появилась возможность помочь им сделать абсолютно современное абсолютно правильное с точки зрения gmp то есть хорошей производственной практике значит вот вот это вот помещение получилось отлично вот в принципе это и моя гордость тоже да мы были вдохновлены вами ирина и знаете что сразу вопрос у меня у нас стерильное помещение работники и все вообще что там внутри происходит и тара и все прочее а как насчет стерильности сырья которое мы получаем то есть это вопрос довольно частый вот расскажите пожалуйста про это вообще про сырье значит смотрите значит сырье сырье у нас сейчас двух видов и это жидкие в оригинальной упаковке значит американские пигменты о которых вы рассказывали гибриды и это сухие пигменты которые мы будем использовать для наших минералов так вот что касается американцев они молодцы насчет когда приходит к нам новая партия мы делаем входной контроль и на каждой из бутылочек наши технологи проверяют что называется стерильно ли там стоит клеймо стериль если мы зайдем на сайт нашего производителя сырья да то можно там по номеру лота если такая необходимость возникнет вы вы скачать сертификат стерилизации так ну про сертификаты расскажите пожалуйста тоже всех интересует я я помню кстати когда я работала у меня многие клиенты спрашивали а сертификаты есть я помню я распечатала какой-то сертификат вот этой краски дерма была вот я вспомнила и там почему-то было написано что она сертифицирована в чечне в городе грозном почему запомнила что я там родилась и выросла это было так странно думаю что там за сертификация это была бумажка просто на ксероксе отпечатана причем 150 раз и пересланная мне это вот все что у меня было вот на то время когда я работала а что сейчас у нас сертификатами сейчас у нас сертификатами полный порядок я напомню что в девятнадцатом году вступил в силу гостер 58391 это тех условий накраски и другие материалы для подкожного татуажа подкожного мы с нашей продукции не относятся косметики о чем очень четко написано в первой статье таможенного регламента на косметику мы значит работаем по госту и все без исключения наши действующие в настоящий момент пигменты они сертифицированы именно на этот гост сертификация у нас по этому госту напомню добровольная и добровольно при появлении каждого каждое новое каждого нового вида продукции мы отправляем ее на исследование по результатам исследований мы получаем сертификат но это и производственный контроль тоже никто не отменял то есть у нас есть подтверждение в виде на лабораторных испытаний подтверждение того что наша продукция либо стерильно это требуется если она вот таких вот монодоз очках либо ее общее микробное число не больше сотни ну и с выполнением других требований по микробиологической частоте если они у нас продаются во флакончиках то есть в зависимости от того в чем у нас продаются разные требования микробной частоте это нормально это по госту сертифицировано все без исключения недавно у нас значит была проблема когда к одному из наших мастеров в казахстане предъявили претензии что нет сертификата на нашу продукцию они сами там не разобравшись требовали сертификат не потому документу по которому продукция произведена все абсолютно прозрачно все нормально все сертификаты будут представлены по первому требованию ну и кстати на самом деле мы вместе с товаром высылаем сертификаты всегда и у нас есть на конверте в котором все все интересующая мастера от палитры до сертификатов с любовью уложена поэтому если вдруг вам нужен сертификат и вам или вам не прислали бывает такое что какие-то дилеры забывают вложить сертификат то обращайтесь мы обязательно вам пришлем или в электронном виде ссылку дадим распечатать можно или пришлем конвертик и я напоминаю в связи вот с этими всеми проблемами которые сейчас происходят с россией со всем со всем миром у многих есть проблема с приемом платежей у нас платежи проходят мы подключили специальную систему для этого платим эквайринг 10 процентов теряем но лишь бы было нашим клиентам удобно мы никак это не внесли в цену поэтому по всему миру отправляем абсолютно можете не переживать платить и везде мы отправляем по всему миру бесплатно напоминаю все это время мы продаем наши пигменты ссылка на наш магазин будет висеть где-то там закреплена у нас где комментарии или где-то под видео но также мы работаем это кстати частый вопрос спрашивают а вы работаете на озоне или на wildberries да конечно работаем там продаются наши пигменты и они очень активно там продаются просто рвут все возможные продажи мы сравнивали можете покупать не бояться и буквально вот в ноябре уже со склада amazon в америке вы сможете покупать наши пигменты тоже мы очень долго с этим воевали это было очень сложно но вроде бы победили короче надеюсь ноябре будут первые продажи в америке с амазона такие же быстрые как у нас здесь с озона так что не переживайте и покупайте мне нужен следующий слайд гибриды или минералы ой это мы проскочили нечаянно слайд про производство гибриды или минералы следующий то есть перейдем вообще-то к основной теме гибриды или минералы я начала первое говорить о том что я работаю на гибридах столкнулась с какой-то порцией хейта небольшого потому что и знаете что меня возмущало я ездила в свое время очень много по мастер-классам ко всяким известным мастерам я не буду называть их имена никто вообще ни один человек не говорил что он работает какими-то красками гибридами они работали все европейскими какими-то красками которые до сих пор существуют просто на самом деле на маленьком уютном мастер-классе где один на один мастер мог рассказать что на самом деле он работает татуировочными миксами но когда это какая-то большая конференция или когда это большущий мастер-класс на 50 там на 70 на 30 человек мастер не пигменты не обсуждает все думают что он работает условным там не знаю с вискалором биотеком или какими-то такими другими пигментами которые в то время существовали и когда я первый раз этим столкнулся ты так ты не понимаешь как это работает то есть почему мастера так быстро и легко ложится краска почему у него такие яркие зажившие работы такие красивые сочные цвета а у тебя этими же красками которые стоят конских денег ничего не получается вот тогда я начала задумываться и постепенно я пришла к татуировочным миксом офигела офигела с того насколько быстро и просто ложится пигмент в кожу восхитилась и начала об этом трезвонить начала снимать видео рассказывать свои ошибки показывать и тогда перископ был короче вела очень много прямых эфиров везде где можно было и об этом всем рассказывала и но не продавали мы в то время пигменты то есть вот в то время я была абсолютно уверена что минеральные пигменты это просто шлак это прям плохо это отвратительно это какие-то неведомые перманентные пигменты которыми нас заставляют работать там еще и присоединялись к каждому пигменту свои машинки которыми только ими можно работать было и тоже это казалось странно то что машинка за 250 тысяч извините меня 10 лет назад это очень дорого пигмент который 5000 вот такая баночка стоит это очень дорого даже сейчас это было бы дорого тогда это были какие-то космические деньги именно поэтому организовывались бесконечные конференции где продвигалась эта продукция и даже больше скажу кто-то если помнит запрещалось мастерам уже даже когда начали более активно рассказывать о том что работают гибридами или татуировочным оборудованием каким-то запрещалось на конференциях на конференциях мастерам работать вот этим оборудованием или говорить что они работают вот такими-то пигментами то есть ну типа смотрите как я работаю но чем работаю не скажу это было очень странно и меня это очень возмущало но я начала активно рассказывать о том, как плохо врать, да ё-моё, давайте прекращайте. И постепенно многие вышли из тени, начали рассказывать о своих миксах, начали продавать их. В то время мне казалось неправильным продавать эти краски, потому что всё-таки ими гораздо проще совершить ошибку. Вот реально, то есть за столько лет сейчас мастера настолько более высокого уровня, они поднялись за эти годы и качество, и уровень, и красота работы, красота форм. То есть уже понятно, вот они эталонные работы, как это должно быть на самом деле. А тогда, когда мы начинали, мастера работали тяжело. Вот они до сих пор, кстати, существуют, эти мастера. Я их периодически отмечаю во всяких скандалах и расследованиях своих. Эти трэш-отделы, которые тогда закрепились на Олимпе, условно продавали эти свои биотеки. И они работают, и работали, и работают сейчас настолько некрасиво и травматично, что гибридные краски просто им не подойдут, потому что они сразу заглубятся. То есть мастер, когда заглубляется и перед ним какая-то серость появляется, он сразу обвиняет, что краски, ну второе это машинку, третье это кожу клиента, потом можно даже там луно не в той фазе обвинить и так далее. Вот и именно поэтому мы не продавали свои краски очень долго. Мы продавали их только нашим ученикам, которые на них учились и уже кроме них ничего другого не знали. Потому что мастер, который вот как я работал вот так вот усердно, упорно, тяжело и глубоко, переходя на гибриды, сразу заглублялся и получались трэшаки. Но со временем мы такие подумали, что пошло не так, почему рынок от нас уходит. И мы тоже начали продавать наши краски гибридные, стремиться к совершенству в плане лаборатории нашей. Но это вы все видели, мы уже об этом вам рассказали. И учить мастеров, учить, учить, учить. Потому что вся моя жизнь татуажей, это бесконечные видеоролики, которые я снимаю, постоянно снимала. То есть все завалено обучающими видео. И после меня, кстати, тоже начали многие мастера что-то показывать, что-то рассказывать, переставать скрывать. Потому что это какая-то тайна за семью печатями была постоянно, как работать правильно и чем работать. Капельно, как вы поняли, создавать миксы у мастеров не получилось. Я создала краски. Мы их продавали и продаем. И я показала вам работы, какие должны быть после заживления и после полутора-двух лет носки. Укладка минералов в кожу, разница с гибридами. Мне надо следующий слайд. Я сейчас вам вот три мастера. Одна из них Александра Кузнецова в серединке. Лика Гашко, это наш мастер-тестировщик. И Марго, она вообще из Воронежа, работает просто. Это наш амбассадор, она работает на наших пигментах уже довольно долго. Мы ее случайно обнаружили. Или она нас, я не знаю. Она приезжала на самый первый наш открытый мастер-класс. И мы там познакомились. Чудесный мастер совершенно. И я попросила их записать видео, как они работают, чтобы примерно поняли. Мне все время говорят, сними обучающее видео или вебинар о том, как работать минералами. А я работаю и понимаю, что мне будет не о чем особо сказать, потому что разницы особенной нет. Я попросила трех разных мастеров абсолютно для вас записать, показать. Может быть, вы что-то поймете, вам будет интересно. Так, я включаю видео. Окей, так, первое будет Лика. Лика, она наш тестировщик пигментов. Она прошла все гибриды, все минералы, работала и на том, и на том. И сейчас она покажет, на ее взгляд, разницу, которая при укладке должна быть между минералами и гибридами. Давай, вот сейчас это как бы гибрид, да? Это как бы гибрид, более разряженный штрих, то есть сильно плотно я его не укладываю. То есть это мы сейчас говорим о прозрачной какой-то растушевке, когда просвечивается кожа, да? И чтобы такого же эффекта добиться, как ты кладешь минерал? Минерал я укладываю просто более плотно, один на один практически. То есть он ложится от такого же нажима, да? Получается? Не надо сильнее давить. Размер точек я вижу одинаковый. Заглубиться можно им тоже очень хорошо и будет очень холодный остаток. Тебе уже показывали заглубленные работы? Да, я сама их делала. Ну, я поняла примерно разницу. В самом начале мы действительно думали, что нужно давить прям сильнее, чтобы внести минерал. Но на деле получилось, что нужно просто плотнее класть в него. Анжелика юмористка у нас. Так, теперь я покажу вам Сашу. Кстати, вы могли мои сторисы просмотреть. Там тоже очень подробно она показывала на мне сейчас брови. Одна сделана минералом, одна гибридом. Это полностью зажившие брови, они имеют одинаковую насыщенность. Кстати, о птичках. И я в инстаграм, нельзя говорить это слово, выложила много сторис на эту тему. Как работать минералами и в чем разница в укладке? Подготовила цвета, они одинаковые. То есть здесь русый с парой каплей брюнета. Это гибридный пигмент. И русый плюс пару капель брюнета минералов. Это у нас коррекция. Я здесь уже сделала пару проходов. Здесь был только гибрид. Я просто сейчас вам хочу показать, как технически укладывать по-разному эти пигменты. Начнем с гибридов. Диаметр тридцать пятый и машинка Делар. Скорость у меня на блоке 5,6. Кожа плотная, такая толстая. Но всю мою углу видно на поверхности. Сейчас близко снимают. То есть я ее не погружаю глубоко, я наполняю волосок цветом при помощи наложений. Сейчас будем вытирать, смотреть остаток. Вот все волоски, которые я сейчас прокрасила, не видны. Вот. То есть примерно на волосок у меня ушло секунд 7-8, чтобы его прокрасить полностью. И получить вот такую яркость. Сейчас я покажу, как то же самое сделать минерал. Здесь я немножко поменяю нажим. Совсем незначительно. И мои движения чуть более медленные и плавные. Обязательно проверяйте, вытирая, как ложится пигмент. То есть мне на каждой коже нужно это давление. Этот сделан минералом. По яркости, по количеству времени, которое я затратила на их укладку одинаково. Разница лишь в движении. Здесь я чуть быстрее работала, чтобы напылить волосок. В минералах я работала чуть медленней. И такими более плавными движениями. И совсем незначительно увеличила нажим. Насыщенность хорошая. Минералы непрозрачные, очень концентрированные краски. Кстати, там обратите внимание, что она работает по волоскам, которым уже года полтора. Это мой клиент. Я теперь просто всех своих мужчин с аллопецами отправляю к Саше. И видно, что там прекрасно всё. Сейчас я буду работать сначала гибридами, гибридными пигментами. Значит, ими работать нужно на максимальной поверхности. Сейчас ты прям с ними аришь, прям на всех сторонах встань. Максимально поверхностно. Вот здесь у нас уже есть один проход. Первый проход сделан гибридами. Я просто покажу сейчас разницу работы в гибридах и в минералах. Прям прям иголку снимай. Прям наклони, чтобы было видно кончик. У нас как он входит в кожу. То есть натягиваем кожу, да, вот гибридами работая. И я аккуратно напыляющими движениями прорисовываю волосок. То есть у меня вся игла фактически, она на поверхности. То есть очень-очень легко работаю. Вот у вас какая яркость. Два прохода. И третий проход я уже делаю. Начинаю на себя. В середине волоска я уже добавляю такие маятниковые движения. Туда-сюда. Немножко утолщая его. Кончик опять на себя. Чтобы кончики были легкие. У волосочка. Юра, меня открыть. Можно серединочку еще чуть потолще. Так, и сейчас я поработаю минералами. Минералом можно работать намного смелее. Им сложнее заглубиться. Я сразу, как правило, работаю маятником туда-сюда минералов. Ну, пару движений на себя, чтобы, да, у нас кончик волоска был тоненький. И потом пошла. То есть звук слышно, да? Уже смело, не боясь того, что... Я могу сильно заглубиться. Я набираю тклоса. Компаний прям видно будет, да? Вот так. То есть вот такими, не боясь смелыми, такими размашистыми, достаточными движениями, я набираю тклоса. фактически они практически одинаковые до волоски но немножечко где минералы волосок такой чуть более рыхлый я уже становится серединке еще уплотню очень минералами можно работать смелее тут как бы уже вход идет фантазия фантазия так молодцы девочки как видите у них у каждой немножко свой метод и анжелика утверждает что вообще не надо давить сильнее саша и марго говорят что все-таки нажим чуть более сильный вы можете посмотреть у меня в stories мои личные ощущения потому что на мне они работали саша работала без анестезии спасибо девочка мне конечно волновались дима тут пишет что надо было горизонтально снять мы не подумали почему-то я думала что все нормально простите так зачем производить минералы зачем сейчас к ним возвращаться да тоже вопрос актуальный я начала на него отвечать вначале еще этого видео давайте разберем ну во первых мы вышли еще и на европейский рынок то есть америка европа кроме россии нас очень сильно интересует и невозможность в европе продавать гибридные краски то есть вышли сейчас ирина расскажет об этом подробней вышли законы которые запрещают большое количество красок вообще все татуировочные запретили рынок нам нужно и мы решили задумались о том чтобы начинать производить свои минеральные краски потому что мы довольно долго их разрабатывали чтобы они стали вот такими какие они сейчас есть во вторых но извините меня собственная лаборатория и офигенный химик в команде которые просто 24 на 7 в твоем распоряжении почему бы не сделать вообще классный продукт на который ты можешь напрямую влиять потому что я могу я я могу желать концентрацию цвета я могу выбирать и создавать сама цвета расширять или с не сужать линейку короче что-то делать постоянно это так интересно это мне нравится и именно потому что я не могла влиять на те пигменты я просто перестала ими работать поэтому сейчас вот это тоже большая причина плюс безопасность о которой я всегда тряслась то есть это стерильность это вот стерильность при розливе при там упаковке вообще вот это все абсолютно что сейчас есть у нас это тоже стимул для того чтобы создавать минеральные пигменты мы естественно кстати мы над этим работаем и гибридные краски свои создадим и будем продавать то есть это будет чистый полностью от сухого сырья и до конечного продукта наши краски мы вот в данный момент над этим работаем единственное гибридные краски так как мы тоже будем продавать на европу должны быть тоже из сертифицированного разрешенного в Европе сырья, а органики не так уж много, поэтому мы сейчас ковыряем, выбираем и пашем над этим, можно сказать. Ну и возвращающаяся как бы мода, не знаю, это какие-то волны, то все работали только перманентными минеральными, как тогда их называли красками, то все начали работать только абсолютно гибридами, а потом сейчас постепенно опять пытаются вернуться к минералам. К минералам может быть вполне из-за того, что в Европе это тоже огромный рынок, оттуда идут тренды какие-то тоже, там много классных мастеров, и они не могут работать гибридными красками, начинают работать минералами, и наши мастера тоже такие, а что такое, что такое, я тоже хочу. Естественно, мы не могли упустить этого и эту возможность, и начали продавать и разрабатывать свои минеральные краски. Сейчас мы переходим к следующему слайду заодно, я начну вкратце, и Ирина там уже заскучала наша, но сейчас я начну слушать и попивать чаёк, пока она будет много рассказывать, я вкратце. То есть, это физика минералов, физика и химия, как вы знаете, это не мой конёк, я художник, я про продукт, про цвет его, про какие-то пожелания клиентов, и мои в том числе. И очень много здесь расскажет нам сейчас Ирина вообще, что такое минерал? К органике мы позже придём. Сейчас вопрос такой, что такое минерал? Его происхождение, его свойства, какие-то ноу-хау? Потому что, кстати, обязательно на это ответьте, пожалуйста, Ирина. Существует мнение, что минералы раньше были какие-то другие, сейчас какие-то новые. Я сама вижу, насколько это другая краска, насколько она офигенных цветов, насколько она кроющая, быстро ложащаяся, ярко заживающая. То есть, если бы мне тогда дали, сказали, это минерал, я бы не поверила, я бы подумала, что это гибрид, если бы я сама от начала до конца не присутствовала при создании этих красок. Так вот, только максимально просто, потому что, я думаю, многие, как я, с двойками, тройками ходили по физике и химии. Так, насколько я понимаю, Лена, у вас там слайд физика минералов. Физика минералов. Значит, смотрите, сейчас проблема в том, что я уже вижу вопросы, кстати, о сертификации в Европе, ну вот, в перечне вопросов, которые народ накидал. Смотрите, сейчас проблема в том, что европейское законодательство по отношению, и российское тоже, потому что господин новый вышел, оно очень ужесточилось. Дело в том, что вышел в Европе новый, по сути дела, техрегламент на нашей краске. Сейчас поймете, почему об этом говорю. Это, значит, Commission Regulation 2088. Я думаю, мы ее выложим, потому что я ее перевела. Вот. И там сейчас очень жесткий подход к тому, что можно вообще положить в краски для тату. Очень жесткий подход. И, значит, вот в этом связи, конечно, интерес к минералам будет колоссальный, потому что не так много в нашем распоряжении пигментов, у которых имеется МСДС, в котором любой МСДС, американский или российский, или китайский, европейский, будет написано, что краска абсолютно безопасна. А так вот, значит, наши минералы хороши, прежде всего, во-первых, тем, что они абсолютно безопасны. Почему они безопасны? Смотрите, значит, все наши оксиды железа, они состоят из атомов железа, атомов кислорода. В желтом еще пигменте есть атомы воды. Извините, вода – это неотъемлемая часть нашего организма. Железо тоже, мы, значит, в виде гемоголовина носим его в крови. Они абсолютно не аллергенны. Вот. Значит, я хочу сказать, что все пигменты на основе оксидов железа, они могут быть как природного происхождения, так и синтетического, то бишь, произведенные в лабораториях. Значит, прелесть пигментов природного происхождения в чем? Это огромное богатство самых разных оттенков. Ну, вот богатейшие там эти сиены, мумии, другие вот цвета. Их очень активно до сих пор используют живописцы. Все, в общем-то, в основном краски в живописи, они на природных же пигментах. Но мы у себя, когда мы запускали свою линейку, мы выбрали и использовали только синтетические оксиды железа. Потому что нам нужно было, во-первых, высокая стойкость к свету, а она у синтетических пигментов выше. Нам было нужно абсолютный воспроизводимый свет от партии к партии, а у природных с этим не очень хорошо. И нам нужен был максимально яркий чистый цвет. Например, желтый, вот получить яркий, красивый, такой солнечный желтый, можно только на синтетическом желтом пигменте. У нас сейчас есть распоряжение один природный, он такой, знаете ли, такой, знаете, песочного оттенка, он не столь хорош. Поэтому, в общем-то, выбрана у нас линейка синтетических пигментов. Очень важно для пигмента размер частиц. Размер частиц. Тут мы тоже должны, знаете, с вами пройти, как говорится, между сциллой и хорюдой. Вообще, чем размер частиц меньше, тем более кроющий пигмент. Однако, в меньшей степени наша медицина, но она тоже не очень любит наша медицина, наноматериалы. Европейская медицина наноматериалы не любит ещё сильнее. Дело в том, что считается, что наночастицы могут проходить через ткани организма, и таким образом, вплоть до того, что в яичниках, женщинах или в соответствующих клетках у мужчин, повреждать их и, в общем-то, как говорится, влиять на наследственность будущих детей. Поэтому всё-таки до наносостояния пигменты никто не истирает, для того, чтобы они могли выйти на рынок. А, да-да-да, сами размеры, потому что спрашивают, я тут... Значит, смотрите, какие размеры частиц? Самые маленькие, это, конечно, он не относится к минералам, но скажу про него, это карбон-блэк. У него от 10 до 20 микрон размер вот одной вот этой вот частицы. Следующими идут диоксиды титана. Там от 120 до 180 микрон размер одной частицы. Почему так мелко? Очень тяжёлый. Оксид титана очень тяжёлый. Если мы крупнее размолим, частица будет такой массы, что мы её никакими силами не диспергируем. А вот все остальные наши минералы, у них размер частиц, скажем так, между диоксидом титана и 5 микронами. По крайней мере, наш поставщик сообщил нам о том, что ни в одном из его пигментов мы не найдём частицы, размер которой будет больше 5 микрон. Более подробную информацию нам не дали, но это, в общем-то, ноу-хау, их можно понять. Я тут заодно включила, показала наши порошочки. Это вот 4 основных цвета, из которых состоят все наши краски, на самом деле, минеральные. Я выбирала их, конечно, мучительно, потому что мне предоставили нескольких производителей. Представьте себе, десяток жёлтых цветов, десяток коричневых, десяток красных. Чёрных, и они все разные насыщенности, все какого-то разного слегка оттенка. То есть, вы не представляете, количество моих вот этих вот миксов, которые я делала, пока я выбирала. Это просто был взрыв мозга просто. И вот я выбрала, на мой взгляд, самые кроющие. Вот это была моя цель большая, чтобы пигменты были максимально концентрированные, максимально такие сочные, красивые цвета. Потому что всё-таки эталонные работы для меня много лет – это гибриды, которые выглядели красиво. И вот эти четыре цвета, из которых состоит вся наша минеральная линейка. Так, всё, Ирина, извините, я спрервала. Давайте. Ничего страшного. Я хочу со своей стороны сказать, что, в общем-то, Лена перед нами задача ставила тот же именно достичь максимальной яркости и кроющей способности. И я хочу сказать, что мы сумели ввести в наши рецепты пигменты массовой долей значительно больше, чем в гибридах. То есть, наши фигменты все более концентрированные. Вот. Значит, смотрите. Значит, смотрите. Дальше, несколько дней назад, пару недель назад, у нас возникла такая очень интересная перепалка. Перепалка о магнитности оксидов железа. О, Ирина, к этому мы позже чуть-чуть вернёмся. У меня просто ролики выстроены таким образом, чтобы начну метаться. Это я очень глубоко раскрою эту тему. Спасибо. Давайте, знаете что, про растворители. То есть, это не особенно интересно, наверное, большинству, но всё-таки часто спрашивают, а какая основа водноспиртовая, глицериновая, или что, как будто вот люди понимают. Я никогда не интересовалась, потому что я не понимаю, а что, на что влияет, как бы. Ну, давайте раскроем, как бы, из чего состоят наши пигменты, кроме самого пигмента. Значит, весь блеск наших пигментов, он не в составе, а в технологии. Но эти новые хау, они, как говорится, останутся с нами. Я с гордостью хочу сказать, что, в общем-то, мы, технологи, и Лена, мы поработали таким образом, что в наших пигментах нет ничего вредного. У нас в основе вода, высокочистая вода, не содержащая органического углерода, то есть там нет жизни совсем. Она не содержит, она не имеет минерализации, и она не имеет микробной никакой контоминации. Далее в ней есть, значит, оксиды железа. В ней есть поливинилперолидон. Это очень популярное вещество, которое вводят в различные лекарства, ели, мази. Его закачивают, например, в полость сустава при необходимости. Используют очень широко в медицине и в ветеринарии. Значит, кроме того, у нас есть бензиловый спирт, значит, бензиловый спирт как обычный консервант. Это классика. 0,5% мы вводим туда бензилового спирта. И два наших оксида железа, они имеют оригинальную добавку, которую внёс уже производитель. Тоже абсолютно безвредная соль. Это соль, это ион натрия и, значит, катион глюканат. То есть соль подсластителя, пищевого подсластителя. Мы отказались даже от изопропилового спирта. Потому что, повторяю, мы перевели, хорошо изучили новые европейские техрегламентные минералы. И увидели, что изопропиловый спирт, который есть, в общем-то, казалось бы, в рецептах повсеместно, на самом деле имеет вторую категорию опасности. В частности, воздействие на глаза, в частности, сенсибилизация кожи. Это значит, что в европейские рецепты его вводить нельзя. И мы его вывели. Это, наверное, именно поэтому на многих красках написано «не работает в районе глаз», да? Из-за спирта? Нет, не только поэтому. Там на некоторых красках достаточно ещё есть и те пигменты, для которых написано в документах «требует смывания» или «не работает на слизистых». Это сами пигменты именно, да, сами краски? Это уже сами пигменты, но изопропиловый спирт тоже, казалось бы, классический, старый очень растворитель. Но в новых пигментах для тату по новым законам Европы ему делать нечего. Поняла. Так, Ирина, сейчас мы говорили про минералы, да, показывали, как они выглядят. А теперь вопрос, следующий слайд, пожалуйста, нам. Что такое гибриды? То есть мы должны максимально просто рассказывать. То есть минералы – это чисто оксиды железа, которыми мы работаем. Причём в наших красках нет вообще диоксида титана и нет вообще карбона блэка, хоть он и не считается органикой на самом деле. Но что такое гибриды? Вот отличие от чистых минералов. Гибриды и чистые минералы. Ну, значит, гибриды – это минералы плюс органические красители. Причём я вот сейчас, позанимавшись этим, посмотрев на всё это дело, я вам за всей ответственностью скажу, что чистую органику, наверное, сделать нельзя. Мне всё время обязательно будет, как минимум, диоксид титана. Вот. Гибриды – что это обычно? В губных диоксид титана всегда. Значит, в губных немного красного оксида железа всегда. Они образуют такой вот некий базовый розовый такой вот некий, да, на который уже садится всё остальное. И вот это всё остальное – это синтетические, это органические красители. Смотрите, значит, чем хороша органика? Почему очень много органических красителей создано? В отличие от природных, вот, у которых поглощение, вот, график поглощения таким вот холмиком, органические красители, они длинная массивная молекула. На одной её стороне небольшой минус, на другой небольшой плюс. И вот, когда эту молекулу пробегает, значит, заряд электрона, он создаёт тот или иной цвет. Цвета острые, цвета броские, цвета яркие. Ну, вот, как пример, все знают, розовый цвет, барби, выровый глаз. Вот такие вот, или, ну, может быть, менее яркие. При этом, при всём, к сожалению, у органики есть один маленький или большой минус. Так, секундочку, Ирина, одну секунду, Юр, включите, пожалуйста, мне это, я хочу слайды показать. Да, Ирина, продолжайте. То есть, органика – это полностью химические какие-то краски. Полностью, полностью, да. И они обладают очень яркими, сочными цветами. То есть, чтобы вы понимали, вокруг нас всё – это, по сути, органика. Цвета машин, цвета одежды, то есть, вот эти вот яркие, чем сочнее. Никто не красит оксидом железа никакую одежду, потому что это будет какой-то бессмысленный, некрасивый цвет. А я вот сейчас покажу, это то, что я вот последнее на складе быстро нашла. Здесь у нас органические пигменты, два сверху, вот они. И органические лаки. То есть, вы сейчас как раз плавно же подходите к тому, вот что такое вообще органика, да, и я вот заодно покажу, как они выглядят. Посмотрите, какие яркие, сочные цвета. У минералов таких не бывает. Их, конечно, огромная палитра. Это просто те, которые у меня были на складе под рукой. Всё, едем дальше, Ирина. Да, у минералов таких не бывает, но у органики, к сожалению, нет таких вот именно свойств, придающих плотность. Кроющих качеств нету, да? Плотность цвету, кроющих качеств, да. И поэтому вот этот вот союз органики с минералами порождает вот эти вот гибриды, которыми много лет, в общем-то, Лена работала и которыми она очень довольна. Вот у меня интересно просто, как будут выходить из этой ситуации мастера татуировки в Европе, потому что всё-таки, ну, ограниченная палитра. Вот мы сейчас добились яркости большой, насыщенности у тех цветов, которые есть у нас, но их же немного, да? То есть вот создать огромную татуировку и ещё какую-нибудь сочную яркую без органики никак. То есть начнётся поток, отток клиентов от европейских татуировщиков. Да, скорее всего, да. Уж очень-очень жёсткие требования введены в новый техрегламент окраски для тату. Скорее всего, это и произойдёт. Вот. Вот таким вот образом. А чем отличаются лаки от пигментов органических? Потому что такой вопрос... Лаки, они прозрачные или полупрозрачные. Они придают свет, но через этот свет мы всегда будем видеть, так сказать, структуру и какие-то особенности подложки. А вот пигмент, он закрывает всё. И, к сожалению, значит, среди цветов, среди, вернее, тех органических пигментов, с которыми мы имеем право работать, я имею в виду знаменитое приложение 3 к техрегламенту, на косметику, там это всё есть. Так вот, половина того, чем нам разрешается работать из органических пигментов, они лаки. И мы должны научиться с ними работать. Но я имею в виду, что пугаться слова лаки не надо, потому что мне кто-то писал, я пишу, это органический лак. Там мастер, о, ужас, лаком работать. То есть это просто термин. Это не тот лак, который мы красим. Это термин, да, это термин. Он прозрачен, он даёт свет, но он не закрашивает. Такова особенность лака. Её можно откорректировать, в принципе. Ну, говорю, надо с ними учиться работать, это наша задача. Так, следующий слайд у нас, это светостойкость минералов и органики. И я хочу сразу всем мастерам напомнить, и вообще всем, кто будет смотреть, вы видите постоянно старые выгоревшие байнеры. И именно об этом мы и говорим. То есть это воздействие солнечных лучей, это не только ультрафиолет, мы обычно такие, о, ультрафиолет. На самом деле там большой спектр. И вот выгорают цвета, почему, с какой скоростью. Сейчас мы как раз это всё обсудим. И у меня тут есть для вас прекрасный Тимати. Это скандальная фотка где-то во Владивостоке, висевшая долго. И Артемий Лебедев поехал, там что-то покритиковал, её содрали. Но посмотрите, когда-то это был человек телесного цвета. Всё выгорело, остался только чёрный какой-то, и синий, и зелёный. Это, видимо, самые стойкие цвета. Ирина, расскажите, пожалуйста. Значит, во-первых, вот и проблема гибридов как раз отчасти в этом, что в чём хороши минералы? В том, что они с лёгкостью обходят своих братьев, органические красители, по светостойкости. Когда мы получали от потенциальных поставщиков образцы красителей, образцы пигментов, к ним прикладывался ко всем техпаспорт. И открывая техпаспорта, мы видели следующее. Все минеральные пигменты, они имели либо высокую, либо очень высокую светостойкость, а органические, либо умеренную, либо малую. То есть, в принципе, одна из, может быть, проблем – это разница в светостойкости. Во-вторых, значит, какая ещё проблема? Как ни странно, самые выгораемые, невзирая на светостойкость, в каждой линейке я имею в виду и органику, я имею в виду и минералы. Это красные. Дело в том, что красные цвета, они поглощают кванты синего цвета. Во-первых, синие кванты, они имеют достаточно высокую энергию собственную. А во-вторых, в свете нашего Солнца, нашей звезды по имени Солнца, синего света очень много. И поэтому, в принципе, постоянно вот это вот, атакуя молекулы, любые, минеральные или органические, или красного, вынуждает солнечный свет каким-то образом утилизировать свою энергию. К сожалению, она утилизируется через распад химических связей в молекуле красителя. То есть, в каждой линейке я имею в виду, это всегда красные. Ну вот, даже невзирая на их светостойкость. Но именно поэтому все баннеры вот такие синие, зелёно-чёрные. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Но, значит, в данном случае это не проблема, скажем так, красителя. Это особенность света Солнца. Второе, значит, что... Почему у нас ещё получилась такая хорошая линейка минеральных пигментов? Мы нашли производителя, который исключил главную проблему минеральных пигментов. А она, эта проблема, коллеги, в том, что жёлтый пигмент минеральный, он почти всегда менее устойчив, чем красный. Смотрите, как у нас происходит, вот Солнце, вот, значит, допустим, наши четыре пигмента, как идёт выгорание. Жёлтый пигмент – это оксид железа-2, феррума, который в виде этого такого вот кристалла гидрата содержит у себя молекулы воды в своей, значит, кристаллической решётке и гидроксигруппы, УАЖ-группы. Что значит? Он первым попадает под атаку, значит, солнечного света. Сначала Солнце выбивает из него молекулы воды, затем гидроксигруппы. Оставшийся оксид феррума окисляется до своей максимальной степени окисления, феррум-2О3. То есть он красным становится? И становится красным, да. Но это та самая проблема, которая была много лет назад – красные брови со временем. Да, совершенно верно. И, значит, успех линейки минералов будет в том случае, если мы найдём производителя, у которого жёлтый оксид железа более стоек. Вот наш модифицированный. Наш модифицированный, в принципе, это не такая уж сложная с точки зрения химии задача, потому что есть масса металлов, которые не имеют цвета своего, допустим, катиона. Они хватают воду и держат её, я не знаю, как скупой своё золото, понимаете. Поэтому, значит, у нас, и я думаю, Лена покажет потом результаты наших опытов. Да, да, прямо сейчас я покажу, мне слайды надо показать. Конечно. Это была моя идея, да. Вот я их уже показывала. Вот эта дощечка, которая, вы видите, она потрескалась вся. Она прошла 100 часов облучения ультрафиолетом. Изменения не было вообще никакого. Мы такие, о, ничего себе, круто. И отправили на ещё одно исследование. Сейчас Ирина расскажет подробнее. Вот тут видно, смотрите, как она выглядит с обратной стороны. То есть она обуглилась аж. То есть тоже 100 часов облучения не просто ультрафиолетом, а полным спектром солнечного света. И вот здесь вот только, видите, вторая сверху часть, она у нас не облучалась. Она была закрыта. И она вот здесь вот сейчас снизу. То есть вот она снизу, вторая как бы доля. То есть это пигмент, который был закрыт. И весь остальной, он имеет незначительное выгорание. Незначительно потеплел совершенно. Но сейчас Ирина объяснит, как это будет в коже. Потому что это дощечка деревянная, это не кожа. Это без воды, то есть без окружения тканями. И в коже эффект будет немножко другой. Ну, в общем, мы с вами говорили, что первый, кто отвечает за красные брови, это жёлтый оксид железа. В нашем случае, если вы посмотрите на самую светлую полосу, это был блондин, там больше всего жёлтого. Вы видите, что там красное выгорело полностью, а жёлтое осталось. Максимально стабильный получается, да? Да, оно стало максимально стабильным. То есть первое, кого при производстве минералов мы должны бояться, это жёлтый оксид железа. Второе – это чёрный оксид железа. Он состоит из двух оксидов. Это, значит, в окристаллическую решётку включены феррум О, то есть оксид железа 2 и оксид железа 3, феррум 2О3. Вот. Значит, хороший чёрный цвет, чудесный. При взаимодействии с солнечным светом начинает феррум О окисляться, феррум 2О3. Тоже как бы превращается в красный. На нашей дощечке, если этот процесс шёл, ему никто ничём не мешал. Радостное известие – это то, что в бровях это будет происходить в два раза медленнее. Потому что, сами поймите, для того, чтобы этот самый феррум О покраснел, ему нужен дополнительный атом кислорода. Знаете, у нас в бровях кислорода нет. Скорее всего, он зацепится за тот самый, ну вот, какие-то, значит, группы, того или иного фрагмента ткани и останется там. То есть, в данном случае, процесс покраснения чёрного железа у нас в бровях пойдёт в два раза медленнее, чем на дощечке. Ну, он пойдёт. Я, кстати, не сказала, я сказала 100 часов исследования непрерывного, но это равно 3 годам непрерывной инсоляции в южных широтах вот у нас в районе Сочи. То есть, вы должны понимать, что это огромный срок. И столько на Солнце мы не проводим. Короче, ну, после этого исследования мы убедились, потому что мне было мало, знаете, написано у производителя, светостойкость высокая. Мне мало, я хочу увидеть, как он меняется, как это выглядит. Поэтому, вы помните мои приключения, мы потратили кучу денег на это исследование. Но в итоге вот оно у нас есть. И тут же я ещё и лазером прощёлкала, но на лазере стала видна как бы тащечка. И лазер, конечно, здесь не очень. Я покажу вам дальше. Я щёлкала на чистой бумаге лазером тоже. Так, ну... Ещё по этому исследованию, что, в принципе, поставили мы, ну, перед лабораторией такую нестандартную очень задачу для того, чтобы, если не трогать оборудование, да, то, значит, это потребовало каких-то неописуемых часов испытаний. Специально для нас они переделали внутреннюю часть камеры вот этого вот шкафа для испытательного шкафа вот этой вот на ксеноновой лампе. Ближе, ближе установили к лампам вот эти вот держатели и получили, в принципе, почти трёхразовый выигрыш плотности солнечного облучения. Поэтому мы смогли за 100 часов вот воспроизвести такой огромный период инсоляции. Так, ну, давайте сейчас договорим эту часть и потом поотвечаем на вопросы, почитаем, чтобы они не накапливались. Так, мы сейчас говорили... А, ну вот смотрите, а тогда вопрос, он как бы вытекает из этого. Гибридные брови должны, по идее, сереть, да, потому что органика красная-жёлтая... Ой, минералы или что? А, органика, вы сказали, она нестабильная, она выгорает быстрее всего? Либо умеренная, либо малая светостойкость. Она выгорает. И получается, что вот эта некая серость, которая многих пугает, которая иногда появляется, но в основном при глубокой работе, это всё-таки заслуга того, что органические пигменты выгорают довольно быстро. И в то же самое время, когда вы удаляете лазером свежие гибридные брови, они могут дать инверсию вот в оранжевый цвет. Это почему происходит? Потому что лазер уничтожает практически сразу сажу. То есть карбон-блэк, он просто испаряется, остаётся, по сути, там, ну, может быть, коричневый, жёлтый и красный, может быть, жёлтый и красный. И оттуда появляется вот эта оранжевизна. Поэтому мы ещё тоже вернёмся к лазерному удалению позже, но вот через год примерно носки уже нету этой инверсии. А именно потому, что органика чуток высветлилась, да, обесцветилась. И чуток, она изрядно обесцветилась. Ну, изрядно, да. И где-то через год уже нейтрализуется удалением сажи, получается такая хорошая, красивая по цвету бровь после воздействия лазером. То есть, вот таким образом можно вам объяснить, почему гибридные брови могут посереть. Но мы ещё вернёмся к этому вопросу. Это очень интересно. То есть, мы считаем, мы уверены, да, процентов на сколько, что наши минеральные брови не будут краснеть со временем. Ну, очень уверены, да? Ну, Лена, вы же видели эти дощечки. Да, они немножко теплее стали, но и только. Если бы они, посмотрите, даже промежуточно не покраснели, они не будут краснеть. Вот этот дурацкий вопрос, он наверняка у многих возник. Возможно, я там что-то написал. Вы говорите, разрушается. То есть, знаете как, мастера считают, особенно в моё время давно, когда не было никаких исследований, никто не копал, и ходили сплошные мифы о татуаже, о красках, о поведении в коже. Мастера считали, что накапливается пигмент в коже, он накапливается там слоями такой, ложится, ложится, как Наполеон пирог. И в какой-то момент просто уже нельзя работать, надо удалять. То есть, там не говорилось о том, как это выглядит. Ну, вот прям вот такой какой-то миф существовал. У меня вопрос. Вот вы говорите, разрушается краска, а куда она девается? То есть, она обесцвечивается и выводится? Или как это работает? Да, так же как это работает со всеми, как говорится, ну, остальными тканями нашего организма. Они какое-то время живут, потом они разрушаются, приходят на то, так сказать, бойцы нашей иммунной системы, фаги, съедают их, переваривают. Короче, всё просто. И снова что-то получают, да? Так, хорошо. Так, я сейчас почитаю вопросы. Расскажите разницу в стойкости в коже, чистых минеральных и чистых органических пигментов. Мы только что об этом говорили. Видите, мы... Так, написано на бутылочке дата, это дата выпуска. Если да, то какой срок годности определён для гибридов и минералов? Это к вам вопрос, Ирина. Значит, вы знаете, мы вот так вот сделали несколько партий, несколько партий минералов. Ну, вот этот вот свежий рецепт, чтобы запустить его в жизнь и посмотреть на него. По доброй традиции всех, значит, ну, косметологов, мы присвоили этим партиям минимальный срок годности, ну, да, который вот для этого продукта, как бы определялся, это год. Потому что это были, повторяю, самые первые партии. Мы сейчас за ними наблюдаем, значит, потом, ну, они оставлены у нас вся для хранения. Мы очень внимательно отслеживаем отзывы наших, ну, клиентов, которые купили их, которые на них работают, вопросы, которые у нас возникают. И вообще, конечно, значит, я думаю, что это будет 24 месяца, как минимум, возможно, 36. Окей. А ваши пигменты, сертифицированные в Европе, соответствуют ли нормам РИЧ-22? Нормам РИЧ-22 пигмента для татуажа никогда не соответствовали, соответствовать не будут. И это не норматив для них. До этого они немножко по другой евродирективе проходили сертификацию. В настоящий момент, повторяю, значит, 2088 новая регула вышла, это техрегламент на пигменты. И у нас в процессе это все дело мы сдали документы на техсертификацию. Но я опасаюсь, что, в общем-то, то, что сейчас происходит в мире, может несколько этот процесс задержать. Так, я не буду зачитывать вопрос, который не касается темы вот этого вебинара нашего. Такой вопрос, для чего тогда гибриды нужны, если минералы укладываются так же ярко, заглубиться сложнее. Может, вы не сразу пришли к нам. Я рассказывала, что тогда давно минералы были сущие наказания. Много лет вы работали гибридами, а сейчас вернулись минералы, и это более высокого качества продукт. И плюс, я думаю, все равно останутся предпочтения у мастеров. То есть, он должен быть выбор. И я расскажу дальше еще. Есть особенности. У меня в конце будет сводная таблица. Плюсы-минусы минералов и гибридов. Обязательно мы еще об этом поговорим. Момент, Лен, смотрите. Мы, в общем-то, выбрали для своих минералов производителя из Европы, причем производителя, который больше 100 лет занимается изготовлением различных ингредиентов для фарма и для косметики. И я хочу сказать, что эти хорошие производители, они тоже не стоят на месте. Они точно так же занимаются совершенствованием своего сырья, как мы совершенствованием своих продуктов. Я полагаю, что, может быть, 10 лет назад таких пигментов еще и не было. Так, содержат ли ваши пигменты никель? Здравствуйте. Нет, нет, нет. А американское сырье может содержать никель? И почему вообще никель все боятся? Как ни странно. А, значит, вы знаете, боятся по одной простой причине. После того, как достаточно энергично человечество стало мыться, умываться, то появились самые причудливые аллергии. И хотя считалось, что аллергия может быть только на белковые молекулы, но уже особенно, причем вот это вот в Америке и в Англии, это популярно в кавычках, появилась аллергия на такой металл, как никель, причем это-то, ну, не до отека к венке, но с достаточно серьезными кожными проявлениями. Понятно. Я всегда говорю, что если, как говорится, у армии не будет внешних врагов, она будет искать врагов внутренних. Иммунная система, у которой нет работы, будет ее искать в других местах. Начинает ее придумывать себе, да? Да, совершенно верно. Так, по поводу основы, как я слышала, глицерин не дает молекулам опуститься глубже в введение. Глицерин якобы удержит пигмент на поверхности, оттенок получается более размытый, пудровый. Правдиво ли это? Послушайте, но большую часть, большую часть наших пигментов, все-таки она состоит из твердых частиц, из частиц пигментов. Не так уж много там глицерина для того, чтобы он определял поведение этого, ну, значит, поведение нашего микса. Миксы наши тяжелые. Миксы наши формируют хорошую такую плотную каплю, и миксы наши, когда вот входят в ткань, они вот этой вот каплей там и остаются. Ну, короче, это очередной миф, ну, да? То есть кто-то пытается продавать свои пигменты. Ну, послушайте, я не знаю, Лен, я не знаю, какие другие пигменты. Вполне возможно, что существуют минеральные пигменты, которые именно так себя ведут. Если, допустим, сделаны на чистом глицерине, и в них введено достаточно мало вот этой вот, ну, достаточно невысокая массовая доля пигмента, наши пигменты другие. Но получается тут на глицерине много пигментов ввести, скорее всего, не получится, поэтому его там мало, и поэтому за счёт глицерина кажется, что пигмент вроде как густой, но вносится он прозрачно просто потому, что там красящего вещества мало. У меня была изначально абсолютно другая цель. То есть мы хотели яркие, классные, концентрированные, сочные цвета, насколько это возможно, из минералов. Так, вы сказали, что не будете выпускать много губных, новая линейка пигментов. Почему? Мы выпустили сейчас новую лимитированную линейку, вы можете купить, попробовать. Там есть некоторые цвета, которые немножко похожи друг на друга. Я хочу выбрать лучшие, потому что они все ведут себя немножко по-разному в коже, выглядят немножко по-разному. Сильно много цветов всегда не очень хорошо, потому что я видела гигантские линейки цветов, где ты начинаешь мучиться выбором. Потому что, на мой взгляд, обычному мастеру хватит 3-4 цвета. Вот правда. Они будут любимы в этом регионе, рабочие, потому что вряд ли вы работаете, где от Фицпатрика номер один до Фицпатрика номер шесть. Все абсолютно содержатся цвета кожи вокруг вас, и вы вынуждены работать на большой палитре. Поэтому совсем большой не будет, безусловно. Так, говорят, что очень было интересно про то, как выгорает красный. Очень любопытно. Спасибо. Спасибо. Так, а что происходит с аэроноксид черным после лазерного удаления? Я покажу. Мы сейчас перейдём к лазерному удалению. Так, давайте, наверное, вернёмся к нашим слайдам. Тут как раз следующее. Это какой чёрный лучше? Это чёрный оксид или сажа? То есть, какой чёрный лучше? Это всех всегда интересует, так как чёрный – это один из главных ингредиентов в красках для бровей, потому что у нас так или иначе оттенки коричневого создаются при помощи чёрного, жёлтого, красного, может, коричневого ещё другого цвета. Кстати, наш коричневый оксид железа – это чёрный с коричневым тоже, да? Это смесь чёрного с красным, да. Поэтому, по сути, есть три цвета, которыми мы работаем. Это чёрный, жёлтый и красный. Пока. Да, ну это так как минералы, да. И получается, что всех интересует, какой же лучше. Я сейчас вам покажу. Так, с чего бы начать? Сейчас я, наверное, долистаю. Шахмелян будет обязательно. Ребята, не переживайте, там кто-то писал. А как же Шахмелян? Так, всё, сейчас мне надо видео. Чё, уже запустилось? Больше сейчас меня Дима поругает, что я такая же балда и записала вертикальное видео. Можно меня побольше рядом вставлять, чтобы было видно. Смотрите, верхний – это сажа, нижний – это чёрный оксид железа. Чистые два цвета. А визуально они, может быть, при другом освещении, каком-то солнечном, они будут как-то отличаться. Но визуально я не увидела разницы. Чёрный, насыщенный и тот, и другой. Визуально я не вижу даже разницы в размерах частиц, хотя все знают, что сажа – это самый мелкий вообще из возможных пигментов. Но вот в растирке пальцем, по-детски, они выглядят достаточно одинаково, но они выглядят совершенно по-разному, когда они уже в растворе. И сейчас я покажу, как они выглядят на пальцах, на моих. Тоже совершенно два разных цвета. Видите, насколько сочнее, чернее сажа. То есть, объясните нам, Ирина, пожалуйста, о размерах, о поведении, вообще о разнице. Всё, это будет очень интересно. Видите, оксид железа такой, аж какой-то серо-коричневый смотрится. А сажа прям насыщенно чёрная. Я вот художник, я рисовала углём, я знаю, у меня пальцы всегда были вот в этой вот черноте. Ну, по сути, то же самое уголь, да? Всё, поехали. Ирина? Что-то звука нет у меня. У неё. Лена, у меня всегда есть немного сажи, хотя угольный цвет чёрный, он совсем другой. Смотрите, ну что значит лучше-хуже? У, значит, у карбон-блэка нет никаких, вот, у него нет никаких соперников в части кроющих свойств, потому что это размер частицы очень маленький и форма плоская. Плоские частички похожи, как вот у графита. И вот они... Они просто закрывают всё собой, да? Да, они всё закрывают. Вот, то есть соперников в этом плане у него нет. Его нужно не так много. Понимаете? Значит, он очень устойчив, он не выгорает, красота. Но, понимаете, в чём дело? Попробуй этот карбон-блэк диспергируй. Это он, у сажи, она практически ничем не смачивается. А для того, чтобы сделать хорошую устойчивую суспензию, нужно диспергировать тот или иной, ну вот этот, тот или иной пигмент. И вот для того, чтобы диспергировать карбон-блэк, могут быть использованные вещества, которые с большим трудом проведут, которые с большим трудом пройдут сертификацию в Европе, а может быть не пройдут её вовсе. Понимаете? А в этом плане классический чёрный вот оксид железа, он, как говорится, ну очень хорош. Он диспергируется с использованием, ну вот говорили бы про наш состав, с использованием не то, что там каких-то вредных, а абсолютно полезных для нашего организма веществ. То есть плюс у одного есть один, плюс у другого другой. Ну и получается сажа диспергируется, я объясню это слово, это размешивается, да, соединяется, то есть это что-то такое. Образует суспензию вот кроющую, это и диспергируется. Сажа диспергируется сложно. Получается, вы говорили со спиртом, да, она допустим может, то есть это спиртовые уже пигменты. И тут вопрос такой... Да, здесь могут быть спиртовые пигменты, но это тогда не Европа. Могут быть какие-то иные вещества, но это будут очень хитрые дисперсии, очень дорогие. И вполне возможно, и у нас-то технологически непростые в общем-то рецепты, а они могут быть ещё более технологически сложными. Но самое главное, самое главное, это именно сложность подбора диспергатора. Такого, чтобы он не навредил клиенту, дал возможность работать в Европе. Вот в чём сложность работы с Сашей. Так, я хочу показать видео, тут разница, мне нужен слайд, всё, можно, да? Это одинаковое количество капель оксида железа, вот он первый, и карбона чёрного. То есть, просто внешний вид. Когда я пальцем растирала, это не было очевидно, а на растирке это видно, насколько разные кроющие свойства у этих двух чёрных прекрасных цветов. То есть, ни тот, ни другой, ни плохой, просто они разные. Они разные. Да, посмотрите, насколько прекрасный, насыщенный цвет. И тут же, наверное, сейчас я посмотрю. А, вот это вот, знаете, существует, не знаю, миф не миф, но на самом деле я посмотрела и убедилась, что абсолютно по-разному ведут себя. Посмотрите, это чёрный оксид железа, я им капнула, и он остался в серединке, не расплываясь. И посмотрите, как ведёт себя сажа. То есть, она поплыла во все стороны, заполнила в итоге ватку и вылилась ещё и в лужу. То есть, вот этот вот, наверное, это даже и не миф, да, что сажа проникает глубже, распространяется как бы и вглубь, и вокруг, и подтёки могут быть только сажей. То есть, у нас стрелки иногда дают подтёки. Это настолько мелкое вещество, и плюс у него, видимо, спиртовая основа может быть, то, что там капля сидит намертво, это наш оксид железа просто чёрный, который мы разводили и использовали. И посмотрите, насколько по-другому выглядит сажа. Да? Да. То есть, я всё, я права. Да, права. Нечего больше сказать. Но и опять, я вам показала в начале работы, в которых во всех есть сажа, то есть вот этот Carbon Black. И можно работать прекрасно, и работают тысячи мастеров прекрасно гибридами. Нужно просто работать аккуратно, не заглубляться и не добавлять чистый чёрный цвет. Когда постоянно в чате пишут, ой, мне кажется, этот цвет недостаточно насыщенный, можно я добавлю в него процентов 40 чёрного? Я говорю, ну нет, ну зачем? Это отличный цвет, просто вы не умеете его есть. Вы не умеете им правильно работать. Не надо добавлять много чёрного цвета. И вообще, в принципе, в готовые цвета не надо добавлять чёрный цвет, иначе это может быть, ну как бы, чревато для людей. Ну и размер, видимо, да, то есть это из-за размера частиц. Мелкие и крупные, да, и из-за основы такое поведение. Опять не слышу, что-то прерывается. Лен, размер частиц и их форма. Ещё раз напоминаю, что, значит, частицы сажи плоские и такие, знаете, достаточно широкие. Они, по-моему, там то ли шести, то ли семиугольники. Что касается железа, то у него такая компактная кубическая частица, и, в принципе, ей, конечно, сложнее. А вот такой вопрос. Наш следующий теоретический шаг – это создать идеальный чёрный. То есть если смешать сажу с чёрным оксидом железа, они как-то друг друга компенсируют, нейтрализуют свои там вот. То есть есть вариант, что не будет проваливаться сажа. Дополнят. 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 Конечно, дополнят. Конечно, дополнят. Придётся это самое решить. Здесь, повторяю, вопрос совместного диспергирования, но они, безусловно, друг друга дополнят. Я думаю, что я вот когда смотрела на эти наши выгоревшие досочки, я думала, что если бы там был карбон блэк, то вот лёгкая вот эта вот холодная его серость, немножко бы её там сохранившись, она прямо вот бы украсила. Да, я тоже об этом думала. Так, итак, следующий слайд тогда нам. Мы про чёрные. А, подождите, я лазером не показала, как удаляются они. Давайте, давайте. Думаю, что же я хотела. Здесь видно, да, вот мастер удаляет рассеянной вспышкой, холодной насадкой. Там, где насыщенная часть, цвет уходит, но так как его там очень много, он, естественно, это визуально окажется, что меньше уходит, но и оксид железа лазером удаляется великолепно, отлично. То есть, также карбон, на самом деле, тоже очень хорошо. Просто здесь его так много, что слой ушёл, и снизу ещё один слой, ещё один, ещё один. То есть, это же так работает, да? Так, и она всё равно для полноты эксперимента поменяла насадки, и сейчас удаляет… Я всё время, наверное, забываю их номера, короче, с тёплой насадкой. И чуть-чуть ближе, по-моему, потому что кружочки меньше, то есть, вот это фокусное расстояние меньше. Короче, и тот, и другой на обе насадки реагирует отлично. Но вы должны понимать, что и того, и другого пигмента, чем больше в коже, тем сложнее будет удаляться. Это, по-моему, очевидно, но, наверное, стоило сказать. Итак, следующий слайд у нас. Как понять, что в пузырьке? Минералы это или гибриды? То есть, при таком огромном количестве пигментов на рынке, огромном, при таком большом количестве нечистоплотных людей, которые просто-напросто врут, как понять мастеру, что же он купил? Потому что на этикетке может быть написано одно, а внутри может быть на литр чёрти чё. Поэтому мы сейчас проговорим о том, как распознать минерал, чистый минерал. Вот мы сейчас говорим о чистом минерале. У нас была задача обсудить минералы и гибриды. Наши минералы чистые. И я сейчас включу видосики. Наверное, да, включу. И они все вертикальные. Господи, как я могла. Я уже такие снимала, в принципе, видели, но я сняла ещё раз для чистоты эксперимента заново, чтобы было видно, как пигмент магнитится, и чтобы это всё сохранилось на YouTube. Тут даже видно, как по-разному ведут себя пигменты. Там на заднем плане, кстати, обратите внимание, гибрид растворённый в стакане стоит. Насколько он закрыл с собой всю площадь стакана. И как ведёт себя, интересно, минерал. То есть, он просто прилипает. Это, по сути, мелкая железочка внутри колбы, которая реагирует. И почему я вообще это сделала? Потому что меня постоянно задают вопросы, магнитится, не магнитится. А говорят, что когда магнитные, это очень плохо. А говорят, что магнитные производятся из какого-то мусора и лома, и это опасно. Только не магнитные минералы, это хорошо и разрешено, и они будут хорошо удаляться. То есть, вот эти все... Мне задолбали писать эти сообщения. То есть, до этого я показала наш минерал, сейчас я показываю пигмент Алены Пестовой. Алена Пестова, кстати, мне очень нравится. Трудяга, работяга вообще, очень в ней много энергии. У неё пигмент тоже похожими такими кляксами ложится, и он тоже магнитится. То есть, вот они мы, курицы, купили неправильные вещества. Максимально, видимо, дешёвые, магнитные, не разобравшись. А вот есть умные люди, которые считают по-другому, считают, что пигмент должен не магнититься. У нас разные рецепты, у нас разные технологии. Естественно, пигменты выглядят немножко по-разному, но так или иначе, здесь очевидно-видно, прекрасно магнитятся. То есть, такие же, как наши, бегают, как живые за магнитом. Кстати, с любым магнитом этого сделать не сможете. У меня магнит вот такой. Это магнит сто лет. У нас Дима когда-то был в магазине, у него от этого осталось. Он очень мощный. То есть, он если к чему-то прилипает к железному, то его не отодрать уже. Обычным магнитом вы не сможете так сделать, скорее всего. Это минералы контур. Тоже все их знают. Они тоже, видите, как и пузырёк магнитится. То, что мне говорили, вот ты дура. Да ты просто внутри шарик не достала. Это шарик примагнитился. Я думаю, вот я дура, реально. Надо же такой тупой быть, чтобы об этом не подумать. Спасибо, что сказали. Тоже выпал полностью на дно, упал, видите. Я примерно одинаковое количество капель капала. И, как видите, все три минерала ведут себя в плане магнитности одинаково. В плане взвеси какого-то цвета. Все ведут себя по-разному. Опять повторюсь, потому что у всех разные технологии. И производство, как бы никто, кроме нас, не показывает. Но никто так не открыт. Но, тем не менее, на мой взгляд, очевидно, я показываю минералы. Все три пигмента – это минералы. И, кстати, я для чистоты также эксперимента купила, скажите мне, я вам скажу, тёмные цвета. То есть, это всё брюнет, тёмный брюнет, блэк-браун. То есть, это про тёмные цвета. В них примерно одинаковое количество должно быть чёрного оксида железа, который самый магнитный из всех оксидов. Как видите, вот пигменты Алины Шахмелян. Это бывшая наша работница, страшная нечислоплотная барышня. Я про неё много говорила. И она самая умная, единственная из всех. Нашла, наверное, немагнитные минералы. И создала какую-то супер свою линейку, которая ведёт себя как, не знаю, очень похожа на гибриды. Но какая-то, на самом деле, Кеся Месси немножко отличается, но абсолютно не магнитится. Хотя на упаковке написано, что там чёрный – это чёрный оксид железа. Они позаботились это написать, не подумав о последствиях. На мой взгляд, вести себя так с людьми, ну, это свинство. Но такие люди есть. Они всегда были и будут, они врут. То есть, как там, что-то там делай в глаза божья роса, да, и вот это вот всё абсолютно непробиваемо. То есть, я их отмечала там. Никто не зашёл, не ответил, не объяснил, что же это за такое. После вот того, как я вот это видео выложила про то, что немагнитится пигмент, мне написала парочка, не знаю, как бы их назвать, барышень по удобовариме, которые начали мне писать вот эту вот ересь про то, что пигменты немагнитные могут быть. Скорее всего, это просто суперочищенные. Вы просто ни фига не знаете. Просто идите к ней на страницу, у неё поучитесь. Просто она гуру. И я просто не могу этого не сделать. Ребят, ну вот, допустим, скриншот. Вот эта девушка записывала кучу каких-то сторисов. Очень высокопарно и высокомерно по отношению ко мне, к нашему производству, к нашему химику с высшим образованием. То есть, она вот это вот всё рассказывала. И тут она мне, я говорю, откуда у вас такие знания? То есть, есть люди, которые очень уверенно говорят о том, в чём вообще не соображают. И она мне пишет, Полина Зонток. Я пошла искать, кто такая Полина Зонток. То есть, тут много у меня в закреплённых видео в запретограмме есть. То есть, я обесценила. Она пишет, что это химик. У неё реальное химическое образование. Она работала на концерне в Германии. Она вообще крутая. И лучше неё никого нету. Вам бы у неё поучиться. Мне писали, купите у неё курс. Вы много узнаете. Такая, да блин, что там за крутая тёлка, у которой я должна купить курс. Хотя у меня под боком постоянно настоящий химик. Я полезла. Я очень много смеялся. Я не стала здесь всё писать. То есть, стоит девушка. Это Полина Зонток. Стоит с книжкой. И рассказывает, откуда я знаю всё то, что знаю и чему вас учу. Я училась у профессора. Думаю, ё-моё, какая крутая тёлка у профессора. Училась. Она с акцентом говорит. Она, видимо, где-то в других странах жила. То есть, я училась у него вот по этой книге. Тут я такая, что? То есть, по этой книге. В ней 670 страниц. Уже 260 я прочла. И с успехом внедряю их в свои вебинары, в обучение. И в рекомендации по производству. Я выпала просто в осадок от того, что творится. Этот человек, он на конференциях, он какие-то онлайн-курсы продаёт. Выступает на конференциях и рекомендует, как правильно обустраивать, не знаю, производство. Я написала. Вот посмотрите, я достаточно вежливо была. Я говорю, мы уже второй день вас говном поливаем. Извините, я не могла у вас не спросить, кто вы такая и что, где вы учились. Почему вы так уверенно говорите о вещах? Я Ирине скидывала видео, фото, скриншоты того, что она пишет. Виталику Микрикову тоже сбрасывала. Они в один голос просто рвали на себе волосы, плакали кровавыми слезами, потому что она несёт ересь. Я, как не химик, не могу опровергнуть, что она говорит. Но она несла, то есть Ирина очень смешно там нам писала. То есть как вы написали? Это про зайца-мутанта саблезубого, но нежного, там что-то такое, если сравните, ржала над этим. Тем не менее, я дождалась от неё ответа, от этой Полины. То есть она вот мне тут, можете потом на паузу поставить, перечитать эти все. То есть она ещё так пишет, из моих последних исследований молекулярных соединений цветной органики. И вот это вот всё, я думаю, блин, да что ж такое? Пересылаю всё там Ирине, там всё, консультируюсь. И всё-таки я пыталась добиться от неё довольно долго. Ну, кто же она по образованию? Вот что она пишет. То есть вот то про книгу, это норм. 260 страниц из 700, это нормально. А вот здесь она вообще меня просто убила. Она пишет, я работала в Swisscolor много лет, и они помогали, я изучала благодаря их поддержке. А ещё у меня, что она тут пишет? Свёкор всю жизнь проработал. Короче, зять, там мама, папа. Тут она ещё, следующую сейчас я открою. То есть у неё был доступ постоянно к экспертам. Она могла задавать любые вопросы. И, соответственно, она теперь химик. Я говорю, ну блин, что серьёзно? То есть если у меня там муж физика, а зять астролог, ой, астроном? Астролог, не путаем с этим. То я астрофизик, потому что я между ними задаю вопросы, слушая, о чём они говорят. То есть это чистый шарлатан, просто кошмарный человек, который несёт чушь и пургу, создаёт вот эти тупые городские легенды, которые сводят всех с ума. Заставляют бесконечно задавать вопросы производителям, что-то там перетирать между собой. И они как бы обрастают. Тут городские легенды, это что такое? Это когда какая-то фигня несуществующая, невозможная. Настолько много о ней говорят люди, которые вообще ничего в этом не понимают, что она начинает становиться как бы настоящим, реальным. И вот это вот почти при мне возникла городская легенда. Я же её раскрутила до полного. А, тут, кстати, есть ещё то, чтобы вы понимали. Мне переслали о том, что Swisscolor это компания европейская, которая производит пигменты, по-моему, аппараты, я не помню всё. Короче, они написали, что этот человек никогда не был на производстве. Вообще никуда не был допущен, никаких знаний не знает. Работала менеджером по продажам. Видимо, какие-то скрипты, может, изучила, какие-то верхушки. И в итоге ещё и была уволена за обман. Вот, мне переслали это от Swisscolor, который рассылает своим, видимо, этим дилерам или кому, вот эти сообщения. Потому что она активно их, видимо, поливала ещё и грязью, уйдя с работы от них. Так вот, про магнитность. Вредно ли это? Не магнитные минералы, это вообще миф или нет? То есть мы об этом несколько дней говорили, расскажите. И вот это видео в колбах, может, вам есть что сказать. Ирина. Да, я слушаю, смотрите. Значит, давайте раз навсегда закроем эту легенду с производством пигментов из металлического. Значит, насколько мне известно, наши синтетические пигменты, которые мы используем, производят следующим образом. Для того, чтобы получить на жёлтый пигмент, берут, то есть это уже, как говорится, там третья степень обработки железа. Это высокоочищенный, я думаю, у марки не ниже ХЧ, то есть химически чистый. Берут оксид железа 3, значит, оксид железа 2, и медленно-медленно его осаждают из него жёлтый пигмент в присутствии щёлочи. Медленно-медленно, вот такой вот процесс. Ну, то есть, ещё раз, для дурачков, я потому что сейчас не очень поняла, добавляют щёлочи, и начинается... Берётся соль железа, берётся никакой не металлический мусор, берётся, значит, результат глубокой, глубокой переработки железной руды. А вы хорошо очищенные хлорид железа, понимаете? Вот, значит, давайте, как насчёт красного? Там ещё интереснее. Берётся тоже также соль, сульфат железа. И она в присутствии перенасыщенного водяного пара под высоким давлением. Улетают, значит, сернистые газы, там СО2, СО3 и всё. И образуется у нас замечательный красный оксид железа, феррум-2О3. А вот эта магнитность, чёрный магнитится сильно, я это тоже проверяла, сейчас я этого не подготовила. А красный и жёлтый, они совсем немножко реагируют на магнит, но реагируют. Значит, с красным следующее. Смотрите, существует две модификации оксида железа-3, феррум-2О3. Один, вы все прекрасно знаете, это дискеты, это гамма, значит, версия оксида железа-3. Она тонким слоем нанесена была на наши намагниченные ленты, бобины, кассеты. И сейчас, если к вам, допустим, придёт в гости какой-нибудь игривый айтишник и скажет, у вас, значит, жёсткий диск ржавый в компьютере, отвечайте. Я знаю, он покрыт оксидом железа-3, феррум-2О3 в гамму модификации. И это тот самый оксид железа, который позволяет нам записывать информацию. Он, знаете, он не настолько красный, но вот он коричнево-красный, у него такая палитра, да, и он магнитится очень хорошо при комнатной температуре. А если температуру повышать, он эти свойства теряет. А вот вторая альфа-форма оксида железа-3, наоборот, она очень слабо магнитится при комнатной температуре, а подогрит до 40-50, и она будет магнититься уже очень и очень прилично, не хуже чёрного оксида железа. Про жёлтый. Про жёлтый. Помните, я вам говорила, что жёлтый, наш пигмент, это оксид железа-феррум-2О3, и он, значит, удерживает при себе молекулы воды и гидроксигруппы. Так вот, сам феррум-2О3 без воды, безводный, вот такой вот сухой, он чёрный, как ночь, и магнитится он прекрасно. Однако, когда на него вешается вот эта вот вода, вот эти вот все дополнительные вещи, он теряет кристаллическую структуру, у него структуру геля, магнититься он, к сожалению, не может. Вот. Что касается, ну, что касается чёрного, этот феррум-2О3, он, пожалуй, ну, из-за того, что есть вот у нас сейчас, как сырьё, он магнитится сильнее всех. Ну, то есть, не имеет это значение, высокая степень частоты или нет. Точнее, имеет. Чем выше степень частоты, чем меньше, ну, пробои на ошибок кристаллической структуре, тем более выраженная магнитная свойство. Наоборот, всё, да? Вот так. И сегодня, кто в Инстаграм за мной следит, я уже не знаю, это слово можно говорить хотя бы или нет, видели то, что я сделала. То есть, сегодня с утра мне поступило указание. Дима говорит, ты должна себе наковырять оксидом железа. То есть, много задают вопросов. То есть, кроме вот этой магнитности, которую мы можем чисто вот для прикола помагнитить, интересует мастеров вопрос, что будет со мной в аппарате МРТ, который все знают, это очень мощный магнит. И я говорю, да ничего не будет. Я сто раз сделала. У меня наверняка здесь есть оксиды железа тоже в татуировке, сто процентов, потому что мы говорили о том, что без них невозможно вот эта насыщенность света всё равно. Я делала много раз. Он говорит, нет, ты должна, ты должна, чтобы это всем было. Я поехала, я ехала через полгорода. Я себе сделала вот эту вот хрень. То есть, у меня теперь, я не знаю, как он уйдёт. То есть, я реально сделала себе татуировку самым тёмным нашим брюнетом, в котором больше всего чёрного оксида железа, в который самый магнитный. Я с ним поехала на эксперимент. Кроме этого, полторы недели назад мне Саша сделала брови. Вот эта бровь у меня органическая, гибридная. Вот эта бровь у меня минеральная. Вот сейчас они у меня вообще не накрашены, корочки только что сошли. Я надеюсь, они станут поярче сейчас, ещё бледно. Короче, я вот с этим всем набором пошла на МРТ. Ну, думаю, заодно спину проверю. Также там я у врачей спросила. То есть, это тоже у меня в Инстаграм есть, в ленте, можете посмотреть. Ничего я не почувствовала. Ничего. Я так и знала, но я ничего вообще не почувствовала. То есть, ну вообще, даже вот на этом свежем. На бровях тем более. Я только задолбалась лежать, как обычно там долго. И со злостью думаю, ну что это такое, что зря это дело. Тем более, ну, решил подшутить. Короче, я нанесла гель себе на руку. Сейчас мне надо слайды, чтобы появились. То есть, мне показалось, что это будет смешно. То есть, я же художник. Я сделала, я нанесла специальное, то есть, это на самом деле желатин специально, образом специально созданный, чтобы делать всякие вот эти вот бутафорские раны и прочее. То есть, это профессиональная штука. Вот как он выглядит. Просто Ирина этого даже не видела. Она в Инстаграм за мной не следит. То есть, сначала это выглядело как ожог. Я думаю, ожог как-то не очень как бы эффектно, на мой взгляд. Кстати, здесь вы можете заценить эффект тиндаля. Смотрите, вот я сделала специальный коллаж. То есть, темно-коричневый цвет. На него нанесен полупрозрачный гель телесного цвета. И в итоге смотрится серо-синим. Этот пигмент именно за счет искажения свет проникает, переломляется. Это все то, о чем мы так долго, много лет с Виталиком вам пытаемся говорить. Чем глубже лежит пигмент, тем он холоднее выглядит. Короче, я осталась неудовлетворена и натыкала туда нашими пигментами. Сделала такую вот рану. Она получилась такая прям... Никто не понял. Никто. Я думала... Я потом подумала, надо было еще Диму развести, чтобы он испугался. Ему прислать. Сказать, смотри, что из-за тебя со мной случилось. Но я как бы не подумала об этом. Хэллоуин прошел зря. А вот. Никакой, короче, реакции на МРТ у минералов нет. Не у только что сделанных заживших. Не у супер свежих, супер плотно внесенных. Причем мне делали в поясничной области. И рука у меня лежала прямо там. Если там направленность какая-то есть у магнита. Никак он не среагировал. Можете смело говорить, что все это ересь. От вот таких людей, необразованных, нечестных. Вообще подлых, можно сказать. Так. Хьюстон у нас проблема. Маг у меня хочет умереть. Давайте сделаем перерыв на 2 минуты. Вот буквально на 2 минуты. Потому что мне нужно принести зарядку для макбука. И выпить водички. У нас еще 3 пункта. И они тоже все интересные. Никуда не уходите. Тоже пойдите хлебните водички. У меня кончилось просто. Так. Мы вернулись. И давайте еще резюмируем. Как понять перед вами гибрид или минерал. Он, во-первых, в воде ведет себя совершенно по-разному. То есть я сейчас покажу вам тоже. Я делала это видео. Сейчас найду. Сейчас. У нас секунда. О, вот оно. Так. Вот. Как себя ведет в воде минералы гибрид. Если у вас есть 2 пузырька и вы сомневаетесь, просто капните. Минералы всегда такими лепешечками падают на дно. Они могут давать какую-то взвесь вокруг себя небольшую. Могут не давать. Это зависит от производителя ингредиентов, который там. Но в общем и целом он не расплывается такими какими-то... Клубами. Клубы у гибридов бывают очень активные. Вот такие прям сразу плывут. Бывает гибрид, когда он опускается тоже на дно, но потом размывается таким красивым цветом. Это тоже зависит от цвета и от ингредиентов. Потому что разные цвета по-разному себе ведут. Иногда гибрид тоже падает такой большой лепешкой. И тут же снизу, как атомный взрыв, начинает вот так подниматься красиво. Потом вы все это дело размешиваете. И при одинаковом количестве капель будет вообще разная картина по непрозрачности. То есть понимаете, да? То есть гибриды, это прям вот все закроется, не будет видно ни дна, ничего, ни ручку, если засунешь. А минералы все-таки дают такую полу какую-то прозрачность. Если у вас есть мощный магнит, можете проверить магнитом. Потому что как вот у шахмелян, которая просто врет и не краснеет. Я не знаю, кто еще покупает их товары. Столько плохого написали про все, что они продают. Я просто в ужасе. Но, видимо, реклама, как говорят, двигатель прогресса. Можете проверить таким образом. Ну и чисто визуально минералы, они как-то отбиваются. У них такая прозрачная водичка, когда они долго постоят. Поэтому есть люди, проверенные годами. Их честность, она знакома вам. Или вот как мы такие. То есть нам можно доверять, мы не врём. Иногда мы неудачно шутим, не будем показывать пальцами. А есть люди, которые просто у них репутация запятнана. Вот если она запятнана была когда-то, причем как-то массивно, то ничего хорошего не ждите. Это у людей такой стиль мышления. То есть наврать, втюхать, лишь бы продать. Вот это вот все лишь бы урвать. То есть они не думают о том, что репутация это то, что годами наживается. И она всегда с тобой, ее терять нельзя. Поэтому доверяй, короче, но проверяй. А есть еще, конечно, версия, что желтый немагнитный плюс красный немагнитный плюс карбон. Эта смесь будет выглядеть там коричневой, но магнититься не будет. Но когда производитель на пузырьке пишет, что это черный оксид железа, там нет карбона. То есть как бы все попался на брехне. Так, следующий слайд нам, пожалуйста, лазер гибрида и минерала. Сто раз уже я показывала, как выглядит лазер гибрида. Все знают, цвета становятся такими более желто, желто-оранжевыми, такими насыщенными. Это тоже один из способов проверки пигмента на самом деле. То есть минералы, вот это наши минералы, растирка обычных минералов. Он просто как будто светлеет. Есть вот незначительная какая-то теплинка, но ее даже нельзя назвать там желтой или оранжевой. От лазерного воздействия минералы ведут себя только так. То есть если проявляется какая-то желтизна, оранжевизна, что-то такое вот странное или плохо удаляется пигмент, это значит там органика. Потому что органика почти, ну как-то сложно или почти никак реагирует на лазер. Это одна из характеристик тоже вот как бы подбора. То есть потому что есть органика, которая все-таки удаляется, а есть органика, которая вообще никогда, никак не удаляется. И здесь вот смотрите, видно, я боролась с тем, чтобы пигменты наши уходили из кожи все-таки не через ядрено-морковный, оранжевый такой, сочный, знаете, апельсиновый даже цвет, а все-таки через ржавые какие-то коричневые оттенки. То есть есть оттенки, которые совсем хорошо удаляются, но чем больше красного в миксе, а это соответственно каштаны чаще всего, тем с большей вероятностью будет инверсия. Поэтому сразу не удаляем, все-таки это не будет красиво. Либо удаляем локально, когда вы заглубились в каком-то месте. Это даст инверсию цвета и спасет вашу работу. Если вы начинающий мастер, который не уверен в своих формах, возможно придется удалять хвосты или полностью брови, то есть это реальная проблема. То есть знаете, на мой взгляд всегда небольшая проблема, если вы заглубились, небольшая. Но если вы делаете трешовые формы или несимметричные, вот это большая проблема. И в этом случае вам придется удалять лазером всю работу, возможно свежую, и тогда возможно инверсия. То есть это то, о чем мы говорили с Ириной выше, если подождать, органика выгорит, красная, желтая, останется более серый остаток. И уже через полгода, год можно удалять совершенно спокойно цвета, они будут уходить через красивые коричневые оттенки. Если это сразу через месяц после процедуры, то скорее всего вы получите инверсию цвета. Поэтому если вы мастер, который не уверен в своих формах, доработайте минералами. Теперь они отличные, они заживают ярко, ложатся легко, прощают все-таки больше ошибок, чем органика, чем гибриды. И в то же самое время они удаляются, ну как вы видели, без инверсии. То есть они просто бледнеют и все. Кстати, минералы это не значит, что они вот так исчезнут из кожи. Мы уже заглублялись, у нас там в лаборатории в экспериментах удаляли эти брови. И они там, где много цвета, они удаляются не с одного раза. Надо два-три раза, чтобы удалить. Ну и как вы видите, теплая насадка удаляется лучше все-таки. Поэтому начинайте удалять органику, если вдруг вы создали некрасивую форму с теплой насадки. Все-таки очевидно визуально, что она чистит лучше. Вот и понимаете, да? И гибриды, и минералы это отличные краски. Созданные под свои запросы. Все-таки, наверное, более кроющими остаются гибриды. Все такими же отличными и кроющими являются и минералы. Но просто если вы начинающий мастер или владелец школы, учите на минералах. А если вы опытный мастер, который сто лет работает гибридами, продолжайте работать на гибридах. Зачем скакать? Я еще сейчас почитаю вопросы. Я надеюсь, что здесь я хорошо и подробно вам объяснила, какие преимущества и недостатки у минералов и гибридах в отношении лазера. И какому из мастеров в каком случае выбирать. До сих пор по инерции я на сложных кожах все-таки выбираю гибриды. Но опять, это мне, потому что я еще не уверена настолько в минералах, что они вот так же ярко заживут. И то, чем больше я вижу работ, тем больше я понимаю, что просто мне мало практики. Потому что я мало практикующий сейчас мастер. Я отказываю всем мужчинам и детям солопецы. Отправляю их к другим мастерам. И это просто тупо от страха. Когда ты начинаешь работать, долго не работав, ты слишком поверхностно работаешь. И минералами я все еще не прочувствовала вот эту идеальную глубину. То получается, то не получается. Постоянно работающие мастера уверенно работают уже долго минералами и спокойны абсолютно. Так что, вот такие ответы мои насчет лазерного удаления. И вопрос к вам, Ирина. Следующий тогда нам слайд, пожалуйста. Это зачем мастеру вообще в принципе коды пигментов? То есть, многие заморачиваются, что-то изучают. Должен ли современный образованный мастер знать коды и проверять по ним что-то там, где-то там и где, кстати? Ну, что я хочу сказать. Когда-то, когда-то, смотрите, когда-то коды и вот color index, CI это color index. Когда-то они были до чего не были слышны. Ой, боже, простите. Среди вас курица. Звука нет, я не слышу. Ничего не работает. Ирина, простите, давайте снова, а то я не слышала. Точно слышите меня? Да, теперь, да. Смотрите. Значит, они, колор-индексы, были созданы по той простой причине, что на бескрайнем, так сказать, просторах Земли, от Англии, скажем так, до Америки, один и тот же цвет называли, кто королевским синим, кислотный синий, шесть и так далее. Поэтому, значит, каждому более-менее кращему веществу был присвоен его колор-индекс, который позволял предположить тот или иной цвет, да, и в то же время связывал этот цвет с той или иной молекулой, да. С тех пор многое изменилось. И, в принципе, сейчас этого делать уже не нужно. И сейчас старые добрые колор-индексы понадобились нам совершенно для других вещей. Я уже рассказывала вам, как, в общем-то, после войны с ростом благосостояния начались огромные проблемы с аллергией. И, в принципе, люди, больные аллергией, они очень чётко... Все неутопающие, это дело рук самих утопающих. Что они сделали? Началась такая вот, знаете, начался сборник, начал создаваться инке сборник веществ, сборник названий веществ, которые проверялись в акцию. И, в принципе, сами понимаете, обычно человек знает, на что у него аллергия. Туда вносились самые разные вещи. Туда вносились под своими какими-то собственными именами различные химические вещества, различные органические и неорганические виды сырья. И решено было, что все красители будут внесены в вот этот вот инки список под своими колор-индексами. Но есть же какие-то запрещенные, разрешенные, это тоже там же? Да-да-да, значит, и для чего могут они понадобиться вот мастеру, который занимается тем, что он делает красивыми своих пациенток. Он не занимается ни санитарией, ни гигиеной, ни токсикологией. Он стоит вот перед выбором. Он видит какой-то новый интернет-магазин. В интернет-магазине он видит нового производителя. И он хочет понять вообще, что у него за продукция, хотя бы с точки зрения легалити Европы и России. Что он может сделать? Он может взять список ингредиентов, которые обязательно должны быть у каждого продукта на каждом сайте. Он может спокойно открыть приложение КТРИ. Это список разрешенных красителей и пигментов для косметики. Открыть это приложение КТРИ, к таможенному регламенту 009 по косметике. Не содержит ли новый, предложенный ему продукт запрещенных красителей? Не содержит ли он красителей, которые нельзя использовать на глазах? Не содержит ли он пигментов, которые пригодны для быстрого смывания или непригодны для работы со слизистыми? Со слизистыми всё-таки. И это не займёт у него много времени, потому что там все эти колор-индексы от 1 до 9 тысяч, они вот так вот идут редком за 10 минут. Просто любой абсолютно мастер может понять, ему предлагают продукцию, которая легализована в России и в Европе или не легализована. То есть, что производитель честен и пишет правду, да? То есть, ещё такой вариант. Вы знаете, ну... Ну как у нас в России делается. Ну вот, смотрите, я с вами. Это нужно обладать не мужество по заглости, чтобы не написать правду. Ну окей, очень мужественная компания «Шахмелян», очевидно. Либо связи какие-то, я не знаю, либо мозгов нет. Так, вопросы, давайте пройдёмся по вопросам и потом заключающий слайд покажем и всё. Значит ли, что в связи с высокой светостойкостью минеральные пигменты больше подходят для работы в жарких странах? Ну, как бы там любые пигменты будут выгорать, скорее всего, быстрее, да? Да. Минеральные, безусловно, больше подходят для жарких стран, типа там Ближнего Востока и так далее, и Северной Африки, да? Так, планируется ли выпуск минералов по 15 мл? Честно говоря, я не знаю. Это скорее к Диме вопрос, чем ко мне. Сколько времени держится минерал? Опять такой вопрос, знаете, проблема не в том, что он как-то быстрее уйдёт. Тем более мы только что выяснили, что минералы более светостойкие, чем органика. А проблема в том, на какую глубину вы его внесли. Вот чаще всего вот от этого зависит, сколько будет держаться. То есть можно глубоко и на 5-10 лет, и вообще навсегда, можно сказать. А можно максимально поверхностно, когда обновившийся эпидермис показывает цвет, но тем не менее вы не глубоко сработали, и год, полтора, два, три. И это зависит от того, ещё и какого возраста перед вами человек. То есть возрастная кожа, она обновляется медленнее, вообще там все процессы замедлены. Молодая кожа обновляется там чаще и выбрасывает в себя пигменты чаще. Люди ведут более активный образ жизни. Поэтому это скорее вопрос не к конкретно минералы, сколько держатся. Никто вам не ответит. А к вашему клиенту, образу жизни и к тому, на какую глубину вы внесли пигмент. Так, я новичок и смотрю, что нигде на бутылочках не пишут, что это минерал или органика. Ну, нормальные производители пишут. У нас у всех, вот все, которые я показывала, везде написано минерал. Так, я прочитаю интересные вопросы только, и чтобы не повторяться, наверное. Будете ли дальше производить гибриды? Я закупала все пигменты. Да, мы будем производить гибриды, и мы работаем над тем, чтобы гибриды были полностью от сухого и до конечного созданы у нас на производстве. Безусловно, будем. Я не считаю, что это тупиковая ветвь эволюции пигментов. Абсолютно. То есть и те, и другие пигменты должны существовать, безусловно. Так, а почему в первой пробирке на видео от примагниченной полоски распространяется волна коричневого цвета, а в других пробирках нет? Ну, опять, это, наверное, Ирина проще ответит, быстрее. То есть разные, разные абсолютно вещества. Ну, ребята, сырье разное. Создание пигмента, да. То есть я не знаю, почему. Вот наши так себя ведут. Контур немножко по-другому себя ведёт. Алена Пестова пигменты тоже себя немножко по-другому ведёт. Просто потому, что у нас, блин, производство разное, химики разные, материалы разные. Но, тем не менее, они плюс-минус похоже себя ведут, в отличие от пигментов шахмелян, шаховой. Так, спасибо большое всем за комплименты. Спасибо. Анестетик мы, да, мы работаем над этим. Он скоро будет, но я ещё полностью недовольна. А пока я недовольна, мы его не выпустим. Так, от минералов нет. Так, 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 так. После этого видео захотелось приобрести доходчиво, прозрачно, развернуто. Мы старались. Это был мучительный вебинар. Ну, в смысле, в плане подготовки и обсуждения. Мы с Ириной много над ним работали, на самом деле, чтобы максимально просто донести. В момент выпуска минералов вы говорили, что минералы почистую уходят через год. Видно, что вы совершенствуете процесс. Скажите, продлится ли срок хранения пига в коже? Ой, я прочла зря этот вопрос. Я на него ответила выше, на самом деле. Хотела уточнить, что нам делать, мастерам, которые работают гибридом уже два года. Я очень довольна, всем хвастаюсь, что у меня лучшие пигменты в мире. Продолжайте хвастаться и работать пигментом, который вам нравится. Я вообще всегда говорю мастерам, не скачите с пигментов на пигменты. Только если вы где-то на других пигментах, тогда скачите на наши обязательно. Но если вы довольны, если у вас заживчики офигенные, если у вас все предсказуемо, а если у вас цена устраивает, сервис того места, где вы покупаете, устраивает, зачем скакать? Из-за моды. Вот я вообще, я не про моду. То есть, ни в чем мода меня не касается. То же самое с пигментами. Зачем скакать, если вас все устраивает и вы абсолютно предсказуемы? Ваши пигменты реально самые лучшие, если это они наши. Так, все. Тут очень много повторяющихся вопросов. Давайте нам последний слайд. Это такая сводная таблица. Я ее набросала примерно, где мы говорим о... Чтобы просто сравнить. У меня не было цели сказать плохо о ком-то. То есть, минералы-гибриды, кроющие качество. На мой взгляд, все-таки минералы, они не такие насыщенные. Они почти такие же, но они не такие сочные и насыщенные. И много мастеров, которые работают на минералах и выставляют очень яркие, зажившие работы. Я их видела, думаю, да что за фигня. А потом бах, мелькнуло видео, а там вообще не так. То есть, короли фотошопа, они не вымрут и никогда не перестанут баловаться им. То есть, можно увеличить насыщенность, изменить цвет, сохранить все поры, чудеса фотошопа среди нас. Понимаете? Поэтому, мое мнение, что минералы, они кроющие, но все-таки среднее выше среднего. Гибриды, это максимально все-таки кроющие. Ну, естественно, при правильном внесении. Скорость внесения. Тут, видите, некоторые мастера утверждают, что такая же, чуть ли не выше. То есть, видимо, кто распробовал. Некоторые утверждают, что среднее. Ну, я тут остановилась на среднее. Все-таки у тех, кто переходит с гибридов на минералы, первое время будет немножко сложнее получаться. Надо приноровиться. А сроки носки, ну, мы обсудили с вами. Они не из-за того, что пигмент там себя как-то ведет, а чаще всего из-за того, что неправильная глубина внесения. Удаление лазером у минералов без инверсии, у гибридов инверсия в рыжий. Но, еще раз напоминаю вам, что если вы заглубляетесь, минералами можно заглубиться прекрасно. Это такие же сизые, серо-голубые какие-то оттенки. Абсолютно как и у гибридов. Прекрасно. Не забывайте этого. Но минералы удаляют и без инверсии. Если красивая форма, и вы заглубились, особенно если там пятен насажали, то вот тут наступают сложности. То есть, вы будете удалять несколько раз, пока это дело не побледнеет. Если это красивая форма и заглубления на гибридах, то вы буквально рассеянной вспышкой с большого расстояния, закрыв все остальное место, где хороший цвет, делаете один щелчок. И у вас происходит инверсия, теплеет это место, и вам больше делать ничего не надо. Все счастливы. Глент вообще не понял, что с ним сделал, зато стало красиво. Поэтому имейте в виду, если вы мастер, который совершает ошибки с заглублениями, то возможно вам нужно оставаться на гибридах работать, пока вы их не сбежите. Если вы мастер, который совершает ошибки с формами, то начинайте работать с минералов, потому что их можно все-таки удалять безболезненно для клиента. Ну бледнеют, бледнеют. Ну как бы удаляются и те, и другие не с одного раза, это несколько процедур, безусловно. Выгорание цвета, то есть наши минералы, мы говорим только про свои минералы, без инверсии будут выгорать, это мы говорим про солнечный спектр. А гибриды могут посереть при условии, что вы там чутка заглубились, и пигмент лежит на большой глубине, там до него условно через слой кожи почти не доходит вот эта агрессивность солнца, чтобы растворить. То есть осереют, а не понимаете, органика уходит быстрее, а черный он все-таки там остается, и его все больше, чем больше органики уходит, его все больше в кожу, и выглядит серым это. Ну и плюс, когда большая глубина, еще раз. Разрешение для работы в Европе у минералов у наших есть, потому что это минералы, созданные в Европе на сертифицированном заводе и все такое. А гибриды нет и никогда не будет. То есть текущие, во всяком случае, те, над которыми мы работаем, у них будет все, потому что мы работаем красками, которые разрешены в Европе, просто мы пока еще на стадии экспериментов по смешиванию. Разрешение для работы в России есть и у тех, у тех, в России все проще в этом плане. Вероятность заглублений у минералов низкая, она реально ниже, то есть вы давите сильнее, уже на гибридах вы бы заглубились 10 раз, а на гибридах вероятность заглубления высокая, в том числе и из-за сажи, из-за карбона, и в том числе из-за большей все-таки вот этой контрастности, что ли. То есть чем контрастнее и ярче краска, тем она будет холоднее выглядеть под кожей, если вы заглубитесь. Аллергенность и там, и там низкая, потому что Ирина подробно рассказала про то, что сами по себе минералы, они вообще не аллергенные. Ну и на самом деле за сотни тысяч процедур за эти 10 лет, которые все эти студии у нас прошли, аллергий на брови я слышала пару раз, и то в итоге это оказывалось там хлоргексидин или зеленомыло или что-нибудь такое. То есть реально у нас выборка статистически гигантская, и аллергии мы не встречали на гибридной краске, вот таких вот раздутых, настоящих. А стоимость у минералов все-таки сейчас выше, чем у гибридов, безусловно. Потом посмотрим, как дело пойдет. То есть вот такая сводная таблица. Ирина, вам есть еще что сказать напоследок? Нам надо завершаться, то что уже полтора часа, два часа, мы уже два с половиной практически. Слишком долго для сложного. Нет, все? Ладно, Ирина уже, видимо, выпала из трансляции. Огромное спасибо, Ирина. Было очень интересно даже мне, реально. То есть это тема, которая меня саму волновала очень много лет. Наконец-то я ее разрыла. Вот сейчас для меня практически нету открытых каких-то вопросов, которые мне непонятны. Если вдруг вот что-то мы здесь не раскрыли, пишите вот в комментариях к этому видео, пишите мне в Директ, пишите в Телеграм. Мы доснимем еще видосики. И также я рада, что благодаря этому вебинару, пока я готовилась, всплыла парочка психов сумасшедших, которые создают городские легенды. И мы их с вами сегодня обсудили. Всем большое спасибо, что вы с нами были. Покупайте наши краски. Ссылки на магазин в описании к этому видео будут обязательно. Я надеюсь, вы будете лояльны за такой большой труд, который мы совершили. Да, Ирина? Да. Я очень довольна минералами. Интересные рецепты, простые, красивые. Да, это точно. Все, всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok